Народная славянская радио 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 процессов или же избавить организм от него. Далее поговорим о применении соды и перекиси при онкозаболеваниях, поговорим о целесообразности их применения, на каких этапах лечения, когда, в каких количествах и так далее. Следующий пункт у нас будет поговорим о травах, которые можно использовать при онкопроцессах, при оздоровлении, при раке. И в завершении передачи поговорим о психоэмоциональных причинах подобных заболеваний. Итак, вначале скажем о том, какие у нас есть представления о том, что такое рак. Прежде всего хочу сказать о своих, Алексей поделится о своем. Я хочу сказать о том, что в моем представлении, основываясь на том, что я видел у пациентов, основываясь на той информации, которую я получил, я могу с уверенностью сказать, что онкопроцесс, рак – это прежде всего грибковое заболевание. То есть в организме человека создается определенная благоприятная среда. И в этой среде начинают обильно, активно увеличивать свою колонию грибки. То есть создается такой мощный мицелий, вместе его локализация обычно и возникает первичная опухоль, которая потом впоследствии распространяется по всему организму, то есть метастазирует и создает дополнительные очаги в других органах. Так вот, почему происходит образование вот этой вот грибницы в организме человека? Дело в том, что основная часть нашего организма – это жидкостные среды, гуморальная среда, так называемая. Так вот, когда гуморальная среда нашего организма смещается в сторону кислотности, у неё становится более положительным или положительным окислительно-восстановительный потенциал, в этом случае она становится благоприятным местом для развития там грибков. Я не хочу именно застрять внимание на том, какие это именно грибки, потому что сейчас у вирусологов, у микробиологов существует очень много мнений, и нам в принципе это не особо важно, как именно они называются. Почему? Потому что в принципе все они, на первый взгляд, в принципе внешне они неразличимы между собой по действию, по внешним проявлениям, скажем так. И во-вторых, те препараты, которые мы используем, те методы, которые мы используем, они в принципе действуют на любой из этих грибков. И вдаваться в эти тонкости микробиологии, конечно, я могу их перечислить. Это гриб Кандида, это гриб Ликогал, это Аспиридилус-Нигер и тому подобное. Есть мнение такое, что многие промежуточные, как с точки зрения этой теории, промежуточные виды развития гриба Ликогала современная микробиология распознаёт как там хламидии, как там уреоплазмы и так далее, то есть как различные, причём вирусные составляющие. На самом деле это различные стадии развития этого гриба Ликогала. Поэтому категорично сейчас говорить, что это то или иное, достаточно сложно, потому что существует множество мнений. Итак, в целом, в целом это развитие грибницы в нашем организме и впоследствии её распространение. Каждый раз, когда я наблюдаю гриб, вернее, когда я наблюдаю рак, раковую опухоль, ту, которую можно каким-либо образом либо к ней прикоснуться, либо её воочию наблюдать, когда она уже выходит на поверхность из организма, это всегда плотное, всегда что-то плотное. Если она выходит, то по цвету она напоминает такое что-то вот между тёмно-бежевым и светло-кирпичного цвета, всегда очень такой плотной консистенции. Действительно, вот если формы его всегда сглажены каким-то образом, так или иначе, и действительно по некоторым внешним своим данным, по виду она очень даже напоминает ряд грибов, которые растут, вот в том числе достаточно похожи на так называемые, что сейчас из головы вылетело, название, на деревьях растут, ну как... Чаги ты имеешь в виду? Нет, не то, что напоминают, нет, чага это отдельный вид, а именно вот у них есть виды таких грибов, растущих на деревьях, общее название, но сейчас из головы вылетело. Ну ладно, понятно, что это не чага, но то, что растёт на деревьях. Да, то есть по внешнему виду, вот по плотности, по тому, как оно выглядит, очень похоже. Вот, то есть со своей точки зрения я хочу сказать, что подводя итог по тому, что я сейчас говорил, при создании в организме благоприятных условий, при закислении организма, в нём начинают активно развиваться грибковые формы, которые впоследствии перерастают в какие-либо какие-то достаточно серьёзные образования, уже используя клетки нашего организма, перерождая их, используя их для построения своей колонии. Вот это вот мы считаем так, я считаю, что это такая ситуация с раком. Здесь же... А уточни, пожалуйста, вот ты говоришь, выходит наружу, что ты имел в виду, когда говорил, выходит наружу? Когда вот ты видишь это грибообразование, это... Я сталкивался с одним пациентом, у которого это образование вышло из-под верхнего века. Вот, оно наплыло на глаз, вышло из-под века и наплыло на глаз, то есть прямо вот воочию его было видно. Оно в данном случае не было покрыто ни кожистой оболочкой, то есть ни кожей, ни какими-то другими там тканями, а непосредственно свою плоть он этот гриб вывел на поверхность прямо. Вот, так что там я наблюдал вот его, как бы, цвет, его форму, консистенцию, можно сказать, вот в естественной его среде. То есть там он не был покрыт даже кожей. Обычно во всех случаях любой раковый опухоль мы наблюдаем, то есть под кожей, да, в любом, там, или внутри, там, каким-то образом. Мы можем к ней прикоснуться, но видеть её без хирургического вмешательства мы не можем. Конечно, те грибы, допустим, те опухоли образования, которые существуют в лёгких, которые существуют в кишечнике, там в большей степени кандида, они имеют достаточно такую ярко выраженную белёсую форму, светлую. Но, по-видимому, другая грибковая природа, она образует вот такие вот, такие вот, какие-то светло-кирпичного цвета такие образования. Если это аспергилус-нигер, то после него получаются такие чёрные, тёмные опухоли, имеет чёрного цвета. И следует здесь же обратить внимание на то, что зачастую в этих же местах развиваются ещё вирусные колонии. И часто бывает так, что принимают, ну, даже вот в народной медицине говорят, есть такое существует мнение, что раковая опухоль, онкозаболевание – это новообразование, в котором существует симбиозом, то есть совместное нахождение гриба и вируса. Вот, я не могу не подтвердить, не опровергнуть эту теорию, но я действительно убеждаюсь, что очень часто онкоприрода при воздействии на неё какими-то лечебными веществами ведёт себя как вирус. Вот, ну и, в принципе, об этом говорю не только я, есть у меня знакомые, которые работают в онкодиспансерах, вот, они говорят, утверждают о том, что действительно, ну, это как бы кулуарное такое мнение о том, что действительно онкопроцесс – это вирусное заболевание. Вот, ну, они по этому поводу особо не распространяются, но так вот в частных беседах об этом говорят. В подтверждении тому говорят, что очень большой процент, там, практически 100% или очень близко к этому числу, того медицинского персонала, который работает на заборе анализов у онкобольных, в конечном итоге они сами же и заболевают. Вот, и они приписывают это именно свойству вирусной природы рака. То есть, что всё равно через заражённую кровь, там, независимость, через, там, какие-то перчатки и так далее, через одноразовые шприцы всё равно каким-то образом вирус проникает организм этих специалистов, этих врачей, и они заболевают. Поэтому есть такое вот кулуарное мнение о том, что рак имеет вирусную природу. Но это мнение не идёт ни в какой разрез с нашим мнением, потому что мы знаем, что грибы размножаются спорами, эти споры могут переноситься и посредством, скажем так, воздушно-капельных путей, то есть через воздух, там, каким-то образом, ну, и их, вот этот способ заражения, вообще, вернее, не способ заражения, а факт заражения может в таком вот неофициальном образе относиться насчёт вируса, хотя здесь на самом деле будет грипп. Вот. В общих чертах мы пояснили, и вернее, я пояснил, что такое рак. Да, ты хорошо пояснил, и вот ты говоришь косвенно, да, я с тобой согласен, что не имея каких-то лабораторий личных, трудно что-то утверждать, потому что найдутся сразу скептики от медицины, от наук, которые скажут, ну, что вы там можете нам доказать, у вас нет и того, и сего, и пятдесятого, но косвенные доказательства, которые ты привёл здесь, они явно, чётко, конкретно указывают на то, что раковые опухоли могут возникать и при помощи бактерий, вирусов, и при помощи грибов. И, скорее всего, это симбиоз, где выступают одновременно и те, и другие. Плюс ко всему ослабленный организм, который ослаблен, вот тут, наверное, надо будет дальше рассказывать, по каким причинам ослаблен, и ты упомянул, что готовая среда для того, чтобы грибы и бактерии, и вирусы спокойненько там размножались и спокойно себя так хорошо чувствовали. Вот мы сейчас в этом разбираемся. Почему в этом разбираемся? Потому что если мы знаем врага в лицо, мы знаем, что нравится врагу, в этом случае мы можем врагу предоставить такие условия, когда ему будет совсем некомфортно находиться в теле человека. И тогда, в общем-то, на поверхность всплывёт способ излечения от какой-либо из болезней, которые мы сегодня разбираем. А в данном случае это онкологические варианты заболеваний. Вот, но если пояснить то, о чём ты говорил, то есть какие причины, кроме состояния, вернее, какие причины, кроме состояния гуморальной среды, то есть жидкостной среды организма приводят к образованию рака, то здесь можно говорить о тех причинах, которые приводят, собственно говоря, к закислению самой гуморальной среды. То есть это, прежде всего, пища, которую мы употребляем, это условия жизни, в которой мы живём, то есть экологическая обстановка, и это психоэмоциональный фактор. Самый наиболее обширный, тот фактор, о котором можно больше всего говорить, и больше всего информации доступна в этом, и каждый с этим сталкивается, это, конечно, пища. Если человек употребляет в пищу большое количество тех продуктов, которые закисляют его организм, а наиболее сильные закислители – это алкоголь, сахар и мясо, это вот три продукта, которые являются лидерами по закислению организма. Если человек активно противодействует организму в его восстановлении, то есть что это значит? Это нарушенный режим дня, когда организм не может восстанавливаться ночью, у него не вырабатывается достаточное количество гормонов, у него не происходит вывод из организма продуктов, метаболизма, то есть шлаков, токсинов, они остаются в организме, происходит дополнительное отравление и так далее. То есть сюда же еще можно добавить неправильный образ жизни, то есть смена режима дня и ночи, когда человек не спит в 11 часов вечера, вследствие этого происходит гормональный сбой, вследствие гормонального сбоя наш организм начинает трясти, как будто автомобиль, которого вместо четырех свечей там работает две или три. Ну и дальше уже происходит все понакатанное. Нарушается система очищения организма, нарушается уже качество крови. Поскольку нарушается качество крови, то постепенно весь организм превращается в болото. И вот в этом болото благополучно начинают развиваться как раз таки те вирусы, грибы, бактерии. Что касается окружающей среды, то здесь можно говорить о проживании вблизи каких-то химических производств, проживании в непосредственной близости от линии электропередач. В принципе, даже современной наукой доказано, что это факторы риска при возникновении онкозаболеваний. Что еще можно сказать? Ну, в принципе, наверное, по первому пункту в рамках нашего эфира можно и закончить, и перейти постепенно, плавно, ко второму, ко следующему. Да, Алексей, верно? Да, конечно, давай. Значит, вторым пунктом нашего эфира, который мы заявляли в анонсе, там мы писали, что расскажем о новых препаратах, которые помогают в борьбе с раком. Здесь я бы хотел сказать о таком препарате, как йодоминол. Вот это производная йода. Это своеобразный, не своеобразный, а это синий йод в стерильной форме, который можно вводить инфузионно, то есть внутривенно. Он обладает всеми качествами, всеми способностями йода, а прежде всего самое большое и самое главное качество йода – это антисептик, то есть противовирусное средство. И когда такой препарат мы вводим внутривенно, то это фактически означает, что наш организм очищается практически от всех вирусов. Дело в том, что в клинической медицине было доказано, что йод уничтожает 99,9% всей патогенной флоры, которая только возможна. Он не имеет противопоказаний для нашего организма и так далее. То есть очень полезная вещь. И йодоминол был разработан рядом ученых, воплощен в жизнь в конкретном препарате. Он очень помогает. Я его использовал в своей работе и считаю, что отчасти эффект, который я получал, он относится к этому препарату. Это что касается новых препаратов. Если у кого-то есть вопросы по поводу йодоминола, задавайте в эфир, будем разговаривать, что-то расскажу. Вообще, на самом деле, препарат этот не новый. Он достаточно давно уже используется, но даже в моей практике этот препарат не новый. Но в наших эфирах ранее мы о нём особо не говорили. Скорее всего, не то, что особо вообще не говорили, не упоминали. И в связи с тем, что этот препарат не особо распространён, у меня его тоже долгий период не было под рукой. И в практике в использовании. Затем он появился. Я его нашёл, и слава богам. Ну и сейчас применяю, рад, радиоханик не нарадуйся, скажем так. Но дальше какие препараты? Я слегка модернизировал те, которые там у меня были, что-то. Посмотрел, как они работают. Немножко там что-то изменил, что-то добавил как-то. Ну а так, из тех средств, которыми я пользуюсь, и наиболее эффективными в своём лечении, общеупотребительными, которые могут подойти для всех видов онкозаболеваний, я считаю, что это препараты на основе берёзы, это препараты на основе чаги, и препараты на основе сабельника. У меня они называются Берест, Чага-58 и Сабир-48. Это что касается новых препаратов, о которых можно было рассказать. Если также есть вопросы, задавайте. Я буду рассказывать. В принципе, в интернете где-то у меня на сайте, в моих группах я не то что подробно, ну, в общем плане описываю схемы, каким образом я это применяю, описываю в каких, не то что пропорциях, но говорю о том, что я смешиваю их в виде композиции, и тем самым получаю какой-то дополнительный эффект. А ещё дополнительно можно остановиться на таком препарате, как Тималин. Тималин. Специально повторяю, может быть, кто-то не услышит, неразборчиво. Так вот, это препарат для подкожного и внутримышечного введения, он стимулирует иммунную систему. Его тоже очень хорошо применять именно вот с этими целями, то есть для подкожного введения, когда можно и имеет смысл ввести какой-то лечебный препарат в область распространения опухоли, в какое-то ближнерасположенное мышечное пространство под кожу, прямо над локализацией опухоли для того, чтобы повысить местный иммунитет и тем самым помогать, способствовать организму в борьбе с ним, с этим онкозаболеванием. То есть сегодня я вам в качестве новых препаратов, но они, опять же, повторю, не новые, но для меня, вернее, для нашего эфира новые, это тимолин и йодоминол. Вот обратите внимание на эти препараты, они очень хорошо помогают. Вот их, в принципе, тимолин – это доступное средство, йодоминол – менее доступное, но тем не менее, в принципе, можно будет его найти. Далее, один из основных этапов вообще в нашем эфире – это будет рассказ о соде и перекиси, применении их на разных стадиях лечения. Кстати, Алексей, ты, возможно, что-то хотел добавить относительно новых препаратов? Ну, наверное, не хотел. Тогда продолжим, значит, о соде и перекиси. Я хочу отдельно остановиться на соде. Почему на соде? Потому что в последнее время, ну, возможно, в течение где-то полугода я стал обращать внимание, ну, это было и раньше известно, но в последнее время стал подробно на это обращать внимание, что сода помогает не во всех случаях при раке. И минимум в половине случаев использование соды нецелесообразно. В каком плане? Я сейчас не отговариваю вас от соды там или так далее, что говорю, что сода там не помогает при раке. Нет, она помогает. Но важно понимать, на какой стадии заболевания её использовать. И какую именно соду для внутривенных введений, о какой именно соде мы говорим. Так вот, у нас доступны, по крайней мере, мне известны три вида соды. Это в общей продаже. Это 4-процентная сода, это 5-процентная сода и это 8,4% сода. Но я в своей практике просил ещё, чтобы мне изготовили соду 15-процентную. Вообще, изначально задача у меня была 20-процентную соду изготовить, но химики сказали, что 20-процентную соду, 20-процентную соду стерильного раствора создать, в принципе, невозможно, потому что сода начинает выпадать в осадок после где-то 15-процентных процентов. Поэтому они создали 15-процентный состав. И этот состав я использовал в своём лечении, но, правда, не внутривенно, а при подкожном введении. Это, на самом деле, достаточно болезненная такая процедура, не каждый может её вытерпеть. Я её использую только в исключительных случаях. Она даёт максимальное защелачивание области введения. Это, конечно, очень хороший эффект, очень хорошая помощь. Но, вследствие того, что у неё достаточно высокая болезненность при введении, конечно, она не со всяким пациентом можно её применять. Другое совсем дело это 4-процентная сода. Она гораздо более легче вводится под кожу, менее болезненна в целом. А что касается 8,4% соды, то здесь я хочу остановиться несколько подробнее. Я столкнулся с рядом случаев, когда люди принимали содовый раствор 8,4%, достаточно промежуток, продолжительный период, несколько курсов, и это не давало никаких результатов. В том числе, они ездили за границу, они бывали и известного итальянского онколога, и приобретали там у него вот эти вот курсы соды, пытались им и лечиться, и это не давало никакого результата. В их конкретных случаях, в тех случаях, с которыми были в моей непосредственной практике, так это тоже люди употребляли соду 8,4%, но результата никакого для именно устранения раковой опухоли она не приносила. Люди получали только какие-то травмы сосудистой системы, то есть там вены, ухудшилось состояние венозных сосудов из-за введения соды 8,4%, она достаточно агрессивна для сосудов, и поэтому использование такой соды нецелесообразно. Я хочу выразить свое мнение и сказать о том, что подвести вывод, может быть, вывод такой собственный под этим всем монологом, в том, что сода 8,4% и вообще использование соды при лечении онкозаболеваний, на мой взгляд, целесообразно только на первичных стадиях, на ранних стадиях, когда есть какие-то образования такие первичные, они еще не переросли в какие-то глобальные опухоли, когда еще нет процесса метастазирования, тогда применение соды целесообразно. С какой целью? С той, чтобы вызвать общее защелачивание организма, создать щелочную среду в организме и таким образом воздействовать на как бы самоопухоль, сделать среду организма для нее изначально не жизнеспособной. Конечно, соду можно подкалывать в локализацию опухоли, можно каким-то образом как можно ближе к ней подводить, тем самым воздействуя непосредственно, но опять же, я хочу сказать из моей практики, что непосредственное подкалывание соды на ранних стадиях, допустим, развития рака той же самой молочной железы, там целесообразно подкалывать соды, когда обкалываешь грудь соды, она постепенно, вот это не грудь соды, ну да, пораженную злокачественным образованием грудь обкалываешь соду подкожно, то опухоль вернее, постепенно начинает размягчаться, она начинает потихонечку распадаться и со временем совсем распадается, но это случай при раке молочной железы и при незапущенной стадии, то есть стадия начальная, как бы так, не то, что прям маленькое образование, но образование может быть достаточно обширным, но еще нет процесса метастаза и так далее, то есть вот на этом этапе использование соды целесообразно, когда же сталкиваешься с пациентами, которые имеют уже метастазы уже после биопсии, когда целостность капсулы опухоли была нарушена, а как только нарушается целостность капсулы и как только опухоль колется, то опухоль тут же начинает вот этот рак очень-очень сильно разрастаться вообще я крайне негативно отношусь к биопсии, почему, потому что как только вы подвергли новое образование, которое есть в вашем организме биопсии, как только вы его укололи, то считайте, что с этого момента начался обратный отсчет, вы запустили бомбу в своем организме, пока у вас есть новое образование и вы не подвергали его биопсии и вам, допустим, непонятно злокачественное это образование или доброкачественное лучше его не трогать и начать лечить как злокачественное в любом случае доброкачественное образование если оно есть вы его будете лечить априори как злокачественное вы его вылечите если же вы понимаете что изначально образование но покрыто определенной капсулой организм блокирует его помещает в определенную капсулу и как может борется с ним, не дает ему определенным образом разрастаться, увеличиваться. И в таком состоянии это образование может находиться в организме годами, даже иногда десятилетиями. Но как только его уколят, как только нарушат целостность капсулы, он начинает мгновенно распространяться, и человек может погибнуть чуть ли не в течение двух недель от очень активного ракового процесса. Поэтому мой совет, ни в коем случае нельзя его колоть, нельзя делать биопсию. Появилось образование, начинайте его лечить, начинайте какие-то процессы оздоровления, но не трогайте его. Потому что если хотите его вырезать, вырезайте. Потому что бывают такие случаи, когда целесообразно на самом деле вырезать, а потом уже лечить весь организм, все системы организма, очищать, чтобы не было активных онкопроцессов. Но уколоть и оставить в организме, вот это недопустимо. Вот. Ну вот, что касается соды. Также в своей практике, в своей практике я применяю соду, даже при внутривенном введении всегда смешиваю ее с фитокомпонентами. Всегда. Для чего? Потому что, ну, во-первых, таким образом я увеличиваю эффективность содового раствора, придаю ему еще, помимо противогрибковых, еще противовирусные средства. Я придаю ему свойства стимуляции иммунной системы, добавляя, допустим, экстракт корня солодки, добавляя экстракт березы, свой препарат берест, я добавляю ему противовирусных и иммуностимулирующих свойств. Если я добавляю туда, допустим, чагу, то, соответственно, я стимулирую еще и функцию, вернее, усиливаю противогрибковые функции, потому что чага настолько сильный гриб, что уничтожает другие грибы, остается в организме сам, при этом не образует никаких образований, ничего, и, по сути, нашему организму не вредит, а только помогает. Вот такие вот его свойства. Есть, я же добавляю в соку специальные противоонкологические травы, то есть я среди таких использую, это сабельник. Ну, чага тоже специальный противоонкологический трава, но вот чагу я усиливаю еще сабельником. У меня этот препарат называется Сабир-48. Вот, сабельник очень эффективен при онкозаболеваниях, эффективен чем? Он ускоряет процесс обновления организма, и он улучшает качество крови даже при онкопроцессах. Он крайне эффективен при любых поражениях лимфатической системы, при любых онкопоражениях лимфатической системы, при онкопоражениях крови. Причем тут же хочу заметить, что всегда, когда существует онкопроцесс в организме, всегда поражается лимфатическая система, и по мере существования опухоли где-то в организме может спокойно развиться либо лимфогранулез, либо лимфосракома, потому что лимфатические узлы забиваются спорами грибов, увеличиваются и может образоваться такой. Поэтому, в принципе, при любом лечении каких-то онкопроцессов сабельник используют крайне эффективно. Здесь я говорил о повышении эффективности самого содового раствора. Я подытожу, как его применять. Значит, его применять лучше на начальных стадиях рака. То есть, это не то, что вы его только обнаружили и начали применять. Потому что обнаружить могут тоже раннюю стадию, то есть, когда еще нет. Опять же говорю, это моя точка зрения, я не претендую на абсолютную истину, но вот исходя из своей практики у меня это так. То есть, применяем соду на тех стадиях, когда нет еще метастаз, когда есть возможность победить опухоль своими силами для того, чтобы выровнять состояние жидкостных сред организма, мы используем соду. Для того, чтобы локально создать щелочную среду вокруг опухоли, мы используем соду, подкалывая ее примыщенно или подкожно. Усиливать соду для того, чтобы действовать еще более эффективно, можно с какими-либо фитопрепаратами. Также в нее можно добавлять аскорбиновую кислоту в стерильной форме, то есть, витамин С. Также, подкалывая под кожу соду, можно в нее добавлять тимолин, о котором я говорил раньше. Можно в соду добавлять йодоминол. По поводу пропорций и всего остального, я сейчас конкретно останавливаться на этом не буду. Если кому-то интересно, пишите в личку, сюда на сайт, будем отвечать. То есть, соду можно обогащать витамином С, соду можно обогащать йодоминолом, соду можно обогащать тимолином, это для подкожного введения. И также для подкожного введения соду можно обогащать фитопрепаратами. И тогда применение соды будет гораздо в разы эффективнее. И применяя такую соду, можно говорить уже о полноценной терапии рака. И то, когда я говорил, что сода не всегда эффективна на средних и поздних стадиях развития, к этому случаю не относится. Потому что когда вы снаряжаете содовый раствор фитопрепаратами, когда вы снаряжаете его витамином С, когда вы добавляете в него йодоминол, это уже переходит в ранг, можно так сказать, тяжелой артиллерии. И таким составом можно воздействовать на онкообразование на любой стадии их развития. Но давайте далее идем к перекиси. Если каких-то дополнений нет, может быть, кто-то хочет что-то дополнить. Здесь у нас идут вопросы, так что, я думаю, будут вопросы раскрываться, и какие-то дополнения в них будут тоже раскрываться. Поэтому, чтобы не затягивать, давай ты раскроешь тему, а потом уже в вопросах будем уточнять что-либо. Да, я, кстати, забыл упомянуть, тоже достаточно важная такая штука. Это препарат на основе корня одуванчика. То есть, тоже это стерильный фитопрепарат. Использовать его также можно в совокупности с содой. Можно отдельно для внутривенного введения. Можно отдельно подкалывать его под кожу. Препарат из корня одуванчика, это тоже специализирует. Ну, не препараты, а вообще экстракт корня одуванчика, это тоже специализирует. Обрыв связи. Экстракт тоже достаточно сильно действует. Я его делаю. Он у меня называется берег 68, если кому интересно. Но можете делать его и сами, можете пить его в питьевой форме. То есть, вот корень одуванчика, сабельник. Ну, о более подробном о травах против онкологии мы поговорим в следующем. Там будет у нас четвертый раздел эфира. Мы там поговорим. А сейчас, что касается соды. Вот в соду также можно добавлять этот корень одуванчика. Тоже будет очень хорошо. Далее, давайте поговорим о перекиси. Что касается перекиси, то я вам скажу, что если существует онкозаболевание, то обязательно, обязательно, не полагаясь только лишь на соду, не полагаясь на вот это вот с моей точки зрения, незаслуженно раздутый авторитет соды, что она является противоонкологическим средством, да, она является на начальных стадиях, а ярко выраженным онкологическим средством является именно перекись водорода. И в своих курсах, в своей практике я соду применяю всегда, и перекись применяю всегда, и всегда это идёт в совокупности. То есть, первый курс всегда идёт сода, последующий курс идёт перекись. Если же времени уже нет, если нужно непосредственно спасать человека, то тогда идёт перекись сразу же. То есть, начинаем с перекиси. Вот, но там есть свои нюансы, о которых мы сейчас поговорим. Вот, итак, если обнаружили рак, то вливание перекиси водорода, я считаю, обязательно. Вот. И даже если у вас не диагностировали ещё рак, но у вас у самого есть подозрение, ну, то, что, возможно, какой-то рак, вы что-то там почувствовали, прокалите себе перекись. И тем самым вы просто-напросто в любом случае устраните эту раковую проблему для себя. Более того, если вы обнаружили это на начальной стадии, то иногда помогает, там, 3-5 капельниц перекиси водорода для того, чтобы прекратить начинающийся онкопроцесс. Вот, перекись водорода – сильнейшие средства против онкозаболеваний. Вот сейчас могут сказать, ну, народная медицина и перекись водорода, как они взаимосвязаны, да. А тем не менее, в народной медицине существовало средство, которое аналогично в применении перекиси водорода. Это средство при попадании в организм, которое расщепление, оно выделяло само по себе перекись. Тем самым воздействовало на организм. Это вот, опять сейчас Алексей будет ругаться, что я эту гадость упоминаю, но это водка с маслом. И вот при применении водки с маслом возникает тоже эффект выделения перекиси водорода в организм. И за счет этого происходит такой оздоровительный эффект. Но вот я сейчас упомянул водку с маслом. Сейчас многие начнут, не знаю, лечиться этой водкой с маслом. Я хочу также предостеречь от этого, что, во-первых, водка бывает разная и масло бывает разное. Нужно понимать, как и для чего. Но сам я этот рецепт не использую. Я лишь его упомянул сейчас, как то, что ранее использовалось, на самом деле было известно, но поскольку сейчас есть перекись в чистом виде, лучше использовать ее. На моей практике я видел нескольких пациентов, которые очень большие надежды возлагали на лечение водки с маслом, смешивали, пили, и я видел плачевный результат. В каком плане ко мне эти пациенты приходили, уже тогда, когда сделать практически ничего нельзя. Когда уже идет сдутие живота, когда идет уже отек лица, ног, рук, уже такая восковая кожа и так далее. Но как бы уже просто на человека без слез смотреть очень сложно. И вот люди доводили себя до такого состояния водка с маслом. Я не хочу говорить, что это так бывает во всех случаях. Я просто сталкивался с несколькими подобными. И в своей практике для себя решил, что я ее применять не буду. Потому что кто там, что там, кто эту водку делал, кто это масло делал, что они туда напихали, не знаю. В основном стараюсь лечить. И другим рекомендую. Это только природные средства собственного изготовления, либо тем, кому вы доверяете. Потому что иначе неизвестно, что вы будете под видом лекарства использовать. Каким образом применяется перекись? Но об этом есть достаточно много информации и роликов в интернете. У меня есть ролик о том, как ее готовить. Но я сейчас повторю, чтобы наши слушатели услышали. Значит, максимальная, я сейчас говорю именно максимальная концентрация перекиси для приготовления внутривенного раствора должна по идее, почему говорю по идее, потому что дальше уже только ваше творчество. Я знаю людей, которые пытаются применять и большую концентрацию с тем или иным успехом. Но тем не менее, с моей точки зрения, максимальная концентрация это 6 кубиков перекиси водорода на 100 миллилитров физраствора. Далее туда добавляем от 2, вернее даже не от 2, а от половины кубика, от половины кубика до 2,5 кубиков на 100 миллилитров физраствора. Вот это... Почему такой разброс? Потому что, ну, каждый должен найти свою дозу. Каждый раствор очень индивидуален. И зачастую нужно знать параметры пациента для того, чтобы сделать точную концентрацию. То есть, обычно раствор составляется на 200 миллилитровый флакон. Физраствора, ну, там не 200, там 180 обычных миллилитров. Так вот, на эти 180 миллилитров идёт около 12 кубиков перекиси. Идёт от 1 до 5 кубиков экстракта корной солодки. Вот. И, в принципе, уже готовый состав перекиси водорода. Сюда же можно добавить значит, аскорбиновую кислоту. Сюда же, в принципе, можно добавить иодоминол. Сюда же можно добавить какие-то фитопрепараты. Вот. И такая концентрация, вернее, не то, что такая концентрация, такой раствор вот с моей точки зрения, на моей практике, он всегда, всегда помогает при лечении онкопроцессов. Если, допустим, вы начали капать, и вам кажется, что это не помогает, но при этом, чтобы убедиться полностью, что вам это не помогает, нужно прокапать хотя бы порядка 12-15 капельниц. Тогда уже можно говорить, что он действительно малоэффективен. Но здесь я не говорю о тех случаях, когда уже иммунная система не работает, когда организм уже не борется. Проверить это очень просто. Если вы начали вливание, сделали одно вливание, второе, третье, и на четвертое вливание у вас не повысилась температура, у вас не появились какие-то характерные признаки вливания перекиси в организм, то можно сказать, что в этом случае, скорее всего, иммунная система не работает. Обычно при попадании вот таких растворов перекиси водорода в организм при внутривенном вливании у человека повышается температура, может, от незначительной, там, 37 с копейками, до температуры, там, 40 с чем-то. Вот, повышается температура, а затем, вследствие выделения токсинов лимфатической системой в желудок, в кишечник, у человека может появляться тремор в конечности, как некоторые говорят, судороги. Вот, этот тремор достаточно легко убрать, если после применения, вернее, ну, не после применения, а как только он начался принять столовую ложку абсорбента, и как вы принимаете, эти токсины начинают всасываться в абсорбент, и тремор практически тут же прекращается. Помимо тремора, ну, как следствие повышения температуры, пациент может испытывать озмок, он может испытывать болевые ощущения в местах, в наибольших местах локализации либо грибковой, либо вирусной инфекции. Дело в том, что перекись водорода прекрасно справляется в принципе со всеми патогенами, которые только есть в нашем организме. Это и грибы, и вирусы, простейшие. Перекись водорода уничтожает все. Вот, и в том месте... Если хочешь, я могу добавить, потому что не так давно очередной раз проводил на себе испытания, как на собачке Павлова, сам себе, да? Вот, и поэтому здесь надо что-то уточнить так по-свежему. Ну, во-первых, вот я попробовал, конечно, начал с малых доз, и в конечном итоге привел к 25 кубикам. Ну, вот 25 кубиков это слоновая доза, то есть ощущение, конечно, очень тяжелое, и потом отходняк большой. Поэтому будьте готовы к тому, что все-таки начинать надо не с такой дозы, там 24 кубика максимальных, сказал Рерат, поменьше, для начала, чтобы проверить, как вообще реагирует ваш организм. Алексей, секундочку, ты 24 кубика на 400 миллилитров, наверное, используешь? Да, на 400, конечно, 25 на 24, с превышением небольшим. Поэтому это были ощущения очень тяжелые, отходняк был несколько дней, и потом еще надо учитывать, что вена тоже обжигается, там в том месте и не капает, поэтому надо знать, что еще потом вену вам придется в порядок приводить. Вот, вот это все надо учитывать. Не думайте, что вы там прокапали, взяли большую дозу и сразу все вам стало хорошо. Это серьезное занятие, которое требует очень серьезного внимания за самим процессом и за своим самочувствием. Это все надо учитывать. Дальше ты не упомянул о том, что если мы берем просто перекись, которая в обычных флакончиках продается, то там бывают иногда добавки в эту перекись. Я не успел еще, не дошел еще. Да, вот это вот тоже надо будет уточнить. И курс надо обязательно учитывать, что не надо каждый день капать, а нужно давать организму немножечко все-таки приходить в порядок. Вот эти моменты, я хотел бы, чтобы ты тоже обязательно обратил внимание на них. Да, значит, сейчас обращаю по всем тем моментам, которые ты озвучил. Значит, первый момент, что вены обжигает. Для этого мы используем аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота при применении с какими-либо препаратами, которые обжигают вены, она снимает этот процесс, и процесс вливания становится более мягким. Вены меньше обжигаются, менее травмируются. Далее, что касается применения аскорбиновой кислоты совместно с перекисью водорода. В этом случае перекись водорода по идее не должна содержать консервантов, потому что в обычных пузырьках, флаконках, которые продаются в аптеке, вот такие маленькие, 100-миллилитровые, там содержится бензоат натрия. При соединении бензоата натрия с аскорбиновой кислотой возникает достаточно сильный консервант. Если мы так будем делать, мы можем, конечно, отравлять наш организм. Поэтому для внутривенного вливания либо вы используете перекись из аптеки в таких маленьких бутылочках без витамина С, либо вы используете перекись из рецептурной аптеки, которая не содержит в себе бензоат натрия, можно сказать, чистую перекись. Тогда вы можете добавлять уже витамин С, пожалуйста. И третий аспект, о котором говорил Алексей, это курс промежутки между вливанием. Промежутки между вливаниями нужны для того, чтобы организм смог вывести из себя трупики всех этих патогенов, этих вирусов, грибков, бактерий, которые по воздействию на них состава раствора перекиси водорода. Если же вы будете вливать ежедневно или через день или через два дня с такой сильной интенсивностью, то может просто наступить отравление организма, интоксикация, что продукты распада организм не сможет успевать выводить, пойдет нагрузка на почки, на печень, и вы можете почувствовать ухудшение самочувствия. Так вот, извините за тавтологию, но чтобы такого не было, необходимо делать промежуток между вливаниями дня три. Три дня и будет оптимально. То есть порядка два раза в неделю делать вливание не чаще. При этом понимать, что когда мы вливаем перекись и убиваем патогены, то необходимо очищать свой организм тут же, ну как тут же, на следующий день, через день, проводить какие-то очистительные процедуры кишечника, печени. Вот, обязательно, потому что если этого не делать, то мы можем вызвать интоксикацию. Если кишечник очищать, то, да и печень, это прекрасное средство касторка. Касторовое масло с тыквенным соком, с грифрутовым соком или там с кислым молоком, кому как интереснее, кто как любит, но наиболее эффективно либо с грифрутовым, либо с тыквенным соком. Вот. Либо содовые промывания клизмы, то есть, ну промывание кишечника с содой. Но тут же я хочу заметить, опять же, исходя из своего опыта, субъективного, что совместное применение соды и перекиси, оно несколько ослабляет действие самой перекиси. И поэтому содовое промывание кишечника при внутривенном введении перекиси водорода целесообразно делать не раньше, чем через 24 часа после введения перекиси внутривенной. То есть, 24 часа состав, находясь в крови, он работает. Через 24 часа действие его практически ослабевает. И тогда вот уже можно использовать соду. Либо пить ее, либо промывать кишечник, либо ванну содовую принимать. А до этого периода, может быть, не нужно. Больше обратить внимание на перекись. Ванны из перекиси, перекись водорода, раствор перекиси водорода в питьевой форме, столовая, чайная ложка на 200 мл. Лучше всего газированной воды, но чтобы вода была естественной газацией. То есть, как минералка или что-то такое. Это, наверное, три аспекта, о которых Алексей говорил и которые я ранее не упомянул. А ты, как ты думаешь, достаточно ответил на эти вопросы? Я думаю, что можно еще добавить. Дело в том, что если понаблюдать, как работает перекись, когда высокая концентрация особенно, то в этом случае происходит воздействие еще не только на патологические, какие-то там неприятные патологии, но и на сам организм. И в частности, в первую очередь, это клетки крови эритроцитов в частности. Вот если понаблюдать даже при 20 кубиках, 24, то можно увидеть, если так вот кровь взять и капнуть туда этот состав, видно, как она обесцвечивается. То есть, воздействие производит перекись на все. Вот это надо учитывать. То, что во время, вот почему большие перерывы нужны не один день, чтобы организм успевал восстанавливать количество эритроцитов, потому что часть их тоже погибает во время работы перекиси. Вот. И мало того, что погибают еще и полезные бактерии. Поэтому я бы рекомендовал восстанавливать флору своего желудка какими-нибудь полезными бактериями, которые приобрести можно в аптеке. То есть, вот иногда после первого, второго или третьего вливания бывает такое ощущение, что несварение желудка происходит, какая-то тяжесть желудки. Это говорит о том, что интоксикация прошла, вы вовремя что-то не вывели, и плюс ко всему еще перекись воздействовала на вашу внутреннюю среду, и бактерии полезные тоже погибли. Поэтому необходимо и не только чистить от дохлых трупиков наших недругов, но еще и восстанавливать поголовье наших друзей. Вот это вот тоже, наверное, надо как-то учитывать. Ну, хорошо, благодарю тебя за практические знания. Вот. Далее, что касается еще перекиси, хочу сказать, что, ну, в принципе, я делаю курс перекиси примерно месяц. Примерно месяц, за месяц я успеваю сделать порядка 12-15 вливаний. Ну, не 15, но 12, да, возможно, даже не месяц, там чуть больше месяца, чтобы довести до 15 вливаний. И смотрю уже по анализам, какая ситуация складывается. Если есть необходимость, то я все равно делаю перерыв. Почему? Потому что длительное применение внутривенного введения растворов перекиси водорода, оно все равно некоторым образом отягощает печень. И здесь необходимо восстановиться. Иногда в этих случаях я после перекиси еще делаю небольшой курс соды для очищения печени. Сода, кстати, вводимая внутривенно, она прекрасно очищает печень, восстанавливает ее свойства, вот, лечит, можно так сказать. И вот после курса перекиси, когда пациент ощущает, что появилась какая-то тяжесть в области правого подреберья, что-то там как-то нехорошо, появились какие-то дополнительные болевые ощущения, на самом деле курс введения перекиси, он отягощает печень. И тогда еще небольшой курс соды, может быть, 3-5 плеваний, и вся эта ситуация уходит, плюс, соответственно, правка живота, разминание печени, и все возвращается на круге своя, и тогда уже там еще, может быть, выждав недельку, можно провести следующий. Обрыв связи. Ну, их там каких-то можно вливать и там в один день 400, в другой день 200, и так далее. Лучше, конечно, чередовать через день, но если прям уж такая ситуация, когда нужно прям срочно-срочно воздействовать, то можно и каждый день. Вот, но при этом наблюдать за состоянием почек, то есть как почки реагируют. Вот, и так, возвращаясь к перекиси, значит, что мы там рассказали, рассказали, как ее вливать, как ее делать, вот, что можно туда добавлять, тоже же рассказали, да, вот, но, вот, ну, собственно говоря, о стадиях, на каких стадиях перекись применять, перекись можно применять на любых стадиях, и вплоть до самых тяжелых, когда уже онкологические диспансеры отказываются, когда говорят, что все, мы вам помогать, лечить, ничем вас не сможем, даже в этих случаях можно применять перекись, причем применять не только внутривенно, бывает так, что после курса химиотерапии у пациента вен просто нет, вы их не найдете, вот, там, если у вас нет возможности ставить катетер, допустим, у меня тоже нет возможности катетер ставить, я делаю как внутривенное вливание, вот, и можно в этом случае вливать перекись, хоть перекись, хоть воду, ректальную и назальную, то есть это в прямую кишку и в нос, то есть мы с капельницы снимаем иглу, снимаем твердую пластиковую часть, остается мягкий такой силиконовый наконечник, вот этот наконечник мы смазываем вазелином или другой какой-то там маслом для ректального введения, вводим в прямую кишку, вводим достаточно глубоко, чтобы он из прямой кишки ушел, желательно в сигмовидную куда-нибудь туда, вот, но это сантиметров на 15-30 вглубь организма, вглубь кишечника и начинаем вводить, если недостаточно глубоко введем, то можем постоянно раствором перекиси раздражать прямую кишку и постоянно вызывать позывы к дефекации, то есть в туалет постоянно будет хотеться, поэтому вот, вводим как можно глубже там сигмовидную кишку, она особо не раздражается, мы вводим туда, единственное, туда, если мы ректально делаем введение, то, конечно, количество введения должно быть чуть больше, если мы внутривенно капаем 200, то ректально можно капать все 400, не переживая, вот, вот, также периодичность такая же, все, в принципе, такое же, назально, то есть в нос, точно так же, тоже, ну, единственное, что в нос мы можем ввести меньший объем, потому что, как только заполняются там внутренние пазухи, вот там в черепе, там еще какие-то ткани в голове заполняются, у человека начинается обильное слюно-течечение, кровотечение, слезо-течечение, не дай бог, конечно, вот слезо-течение начинается, и у него ноздря забивается, то есть там жидкости, переходим на другую ноздрю, и там же то же самое происходит, поэтому, ну, где-то порядка через нос вводить 200-250, ну, там максимум 300, больше обычно не получается, конечно, бывает там на начальных этапах, да, а потом уже, вот, так зачем нам вводить ректально и назально, если у нас, к примеру, локализация опухоли в области щитовидной железы, в области головы, там где-то, верхних грудных отделов, если это пищевод, желудок, то очень даже целесообразно через нос, поскольку здесь вот этот раствор будет либо капельным путем добегать до пищевода и желудка, либо будет усваиваться в области там шеи, головы, и через, тем более в носу, куда мы это капаем, есть сосуды, которые напрямую соединяются с головным мозгом, если у нас проблема, если опухоль локализуется в головном мозге, то капая в нос, мы непосредственно доставляем раствор прямо в головной мозг. Также, к примеру, если мы капаем ректально, то так уж устроен наш организм, что в области анального отверстия тоже есть сосуды, которые соединяются с головным мозгом, и можно туда, немножко прямую кишку попробовать прокапать, чтобы быстренько все долетело до мозга. Если же у нас опухоль локализуется, допустим, в нижней части живота, там это где-то пристательная железа, яичники, области почек, там нижних отделов кишечника, то, конечно, целесообразно и ректально вводить. Более того, можно как процедуры чередовать внутривенное введение и ректальное введение. Почему? Потому что внутривенно мы воздействуем на весь организм, в том числе, а ректально мы в большей степени воздействуем локально, то есть в области нахождения новообразования, мы на эту область воздействуем нашим раствором и тем самым улучшаем ее состояние и уничтожаем обхоз. Что еще можно сказать? Давай уточним еще, прежде чем дальше продолжишь, уточним, во-первых, по поводу анального. Дело в том, что надо еще учитывать, для того, чтобы вот я просто как бы все это проверяю на себе и не только, надо учитывать, что для того, чтобы это всасывалось, необходимо, чтобы, во-первых, была теплая жидкость сама и еще есть вариант применения газировки. Вот об этом что-то можешь сказать? Ну, теплую я, честно говоря, не использую. Я использую комнатную температуру всегда. То есть, вот, ну, стоит, может быть, и попробовать теплую, честно говоря. То есть, берешь две грелки, вот, кладешь на одну, вторую прикрываешь. Ну, и когда она уже прямо около ягодицы, что называется, и тогда уже она теплая туда поступает, и эффект всасывания увеличивается в разы. А если газированные, то там происходит еще тоже, известно, что газировка активно влияет на всасывание, это тоже можно пробовать и можно учитывать. Ну, можно, да, интересно. Единственное, я так вот с газировкой не пробовал, я использую, но стандарт, вот эти вот стерильные флакончики с этими, с физрастворами. Я попробую ректально, для ректального введения испробую на себе. Вот, а по поводу, давай про нос поговорим, вот для, понятно, там клизмы многие представляют, как делать, а вот что касается носа, во-первых, мы не сказали с тобой, с какой скоростью необходимо капать, если это в вену идет, с какой скоростью необходимо капать, если это в задницу, и с какой скоростью необходимо капать, если это в нос. Вот, давай об этом еще упомянем. Ну, для нормального всасывания, чтобы все успевало, и при этом не происходило, скажем так, замедление, потому что замедление тоже не очень хорошо. Если в нос, то это капля в секунду не меньше. Капля в секунду не меньше, можно чуть-чуть быстрее, но не в разы быстрее. То есть можно, допустим, где-то там 70-75 капель в секунду, вот такая скорость. То есть не чаще, потому что если чаще, там очень часто и все практически будет в большей степени стекать в пищевод желудок и в голове мало будет усваиваться. Что касается ректального, скорости введения ректального, то здесь я об этом не упомянул, не сказал, благодарю тебе Алексею, что по поводу клизмы напомнил. Значит нужно обязательно хорошенько, очень хорошо промывать кишечник раствором перекиси. То есть мы делаем концентрацию перекиси, столовая ложка перекиси на 800 миллилитров воды, вот такую достаточно слабенькую концентрацию и промываем себе кишечник. Хорошенько промываем, вымываем оттуда все, что можно. Потому что в противном случае возможны позывы в процессе капельницы и тогда это, конечно, менее эффективно. Бывают такие случаи, как человеку, пациенту приходится до восьми промываний делать для того, чтобы у него все вышло из толстой кишки. На шестой, на пятой что-то выходит. То есть в тот день, когда вы планируете капельницу делать, капельницу делать лучше, конечно, в первой половине дня. Лучше ничего не есть, если это ректальная капельница. Чтобы кишечник был свободный, пустой. Очень хорошо промыть, соответственно. Ну и потом вводить скорость. Сначала струйно вводите, чуть-чуть, буквально может быть. Ну хотя даже это не обязательно струйно вводить. Если хотите, можете. Для чего это делается? Для того, чтобы если есть какая-то вероятность спазмов при поступлении раствора в кишечник, то она возникнет. Пойдут какие-то первые позывы и все, и потом уже этого не будет. Но если вы хорошенько промыли кишечник раствором перекиси, то все возможные спазмы там уже прошли. И вы можете смело также начинать со скорости вливания от капли в секунду. Меньше не нужно. А также, как и в нос, где-то кап 60-75 капель в секунду. Это будет оптимально, этого будет достаточно. Что касается внутривенного введения, то чем менее насыщенный раствор перекиси водорода вы капаете, тем, в принципе, скорость может быть больше. Но опять же, минимальная скорость капания – это капли в секунду. А вот дальше, вы знаете, иногда я допускаю скорость капания чуть быстрее, допустим, порядка 70 капель в секунду. При этом сосудистой эмболии не возникает. То есть возникнет мгновение каких-то там пузырьков зачастую. Вот, не возникает. Но все равно я вам, допустим, слушатели, те, у кого нет достаточного опыта применения этого препарата, там, раствора в перекиси, не превышать и не уменьшать. То есть вот 60 капель в секунду вы капаете и более не надо. Если же, допустим, ну, об этом может быть, кстати, там есть такая новая тема по поводу перекиси. Не то что новая, может кому-то она уже и не новая. Делать более концентрированный раствор перекиси и при этом вводить небольшими дозами, там, до 50 миллилитров и скорость капания уменьшать. То есть там можно использовать 6-ти процентную перекись водорода, есть такая. Вот, там можно концентрацию перекиси делать больше, но при этом скорость капания медленней и количества вводимого меньше. Вот. Но это такая для меня как бы не совсем исследованная область. Я ее применяю, но в эфир вот так вот рассказывать о нюансах я пока не готов. Возможно, в последующих передачах расскажу. Но сейчас мы на этом застрять внимание не будем. И еще уточни, пожалуйста, какую позу принимать, когда, понятно, капаешь в кровь и ясно, когда вниз тоже ясно, а когда в нос. Вот для многих вопрос, а как в нос-то капать? Что там тоже на 30 сантиметров куда-то в голову засунуть? Как там на бок голову положить, задрать вверх, лежа, сидя? Вот давай об этом поговорим. Слушай, а вот ты говоришь, всем понятно, когда ректально вводить. А как понятно? Вот какая поза? Я, допустим, ну не то, что я правильная поза, я сейчас озвучу. Потому что некоторые могут начать становиться в колено-локтевую позу, там еще в какую-то там, задирать пятую точку максимально высоко. Правильная поза для вот ректального введения – это лежа на левом боку, согнув колени под 90 градусов, ну или можно даже чуть выше. И вот так из положения лежа на боку трубка вводится в анальные отверстия. Что касается введения в нос, то мы ложимся на спину, можно даже сидеть, но лучше лежать. И во время лежания запрокинуть голову, то есть в область основания черепа подложить такую небольшую подушечку или валик, чтобы голова была слегка запрокинута назад. При этом голову достаточно держать прямо, можно никуда ее не поворачивать, просто держить ее прямо, слегка запрокинув. И тогда вытекания обратного через ноздрю раствора не будет, вы этого избежите. И раствор будет попадать туда, куда нужно. Может быть, у тебя есть какие-то еще предложения, Алексей, по поводу метода введения? Да нет, значит, получай, давай так уточним, вот сели, да, или лучше лежа, все-таки лучше лежа, чтобы ничто не раздражало, чтобы никто не отвлекал, да, чтобы наблюдать за своими мыслями, вот легли. Дальше, в какую глубину надо засунуть вот эту самую... Глубина. Значит, вот обычно, ну, я не знаю, там, может быть, нас сейчас за границей где-то слушают, у них там другие капельницы, но вот на тех капельницах, которые распространены на территории России, общедоступные, у них вот в этой силиконовой мягкой части есть такое естественное разделение бугорком, там как такое ребро жесткости на этой силиконовой штуке. Вот достаточно по этой ребро жесткости, если в мерах длины сказать, то это где-то порядка на 2 сантиметра туда, вглубь ноздри, нужно ввести. Ну, то есть, не так глубоко получается? Нет, нет, не так глубоко, то есть, ввести нужно для чего? То есть, вернее, каким требованием должно удовлетворять введение, чтобы зафиксировать этот шланг в носике, да, и чтобы жидкость не вытекала обратно, то есть, достаточно глубоко, чтобы жидкость туда капала, и чтобы он не выпадал естественным образом из носа. И все, вот это 2 требования, которые нужно удовлетворять, а дальше он будет капать в нос. Единственное, какие последствия бывают из-за этого, поскольку раствор все-таки слегка агрессивный, там перекись водорода присутствует, то он может раздражать слизистую носоглотки, и может возникать ощущение пощипывания, что щипать будет. Бывает такое, что после назальных капельниц, там на следующий день как-то носоглотка так немеет, там болит и так далее, это естественные последствия после капельниц, они через некоторое время, через некоторое короткое время пройдут, переживать по этому поводу не смогут. Вот, еще что хотел сказать, чтобы это избежать, можете капать попеременно, то в одну, то в другую ноздушу, так будет легче. Хорошо, встанет вопрос, обязательно ли попадет она в пазухе, а не будет ли просто через носоглотку вытекать в горло и так далее? Если скорость капания будет удовлетворительная, допустим, каплю в секунду будете капать, не быстрее, а именно каплю в секунду, вот не меньше и не быстрее, то тогда вот в пазухе попадет всенепременно. Недавно была пациентка, у нее прям такая острая форма, двусторонний синусит, и в больнице ее лечили, ничем не могли ее полечить. Говорят, давай мы эти череп проколем, сделаем прокол и через иглу высосем из головы гновой. Вот, и она от этого, слава богу, отказалась, пришла, мы прокапали перекись водорода вот так вот в нос. Один раз ей стало значительно легче, потом еще, как бы контрольно еще раз сделали, и все, все у нее прошло, весь этот синусит, что ее неделю в больнице лечили там, все у нее прошло, и даже при забитых пазухах, я к чему это говорю, даже при том, что у нее были забитые гноем пазухи, там слизью при синусите, перекись водорода сделала свое дело, впиталась в эти вот через капилляры, вот в эти лимфатические сосуды, везде, и прошла, и попала туда, куда нужно. Так что даже можете не переживать, если вы вставляете скорость капания каплей в секунду, то все прекрасно получается. Кстати, вот еще один случай такой интересный, хотел о нем рассказать. Пациент, значит, у него была проблема с сердцем, я не буду останавливаться, что там, как, в общем, делали операцию на сердце, начали капать ему перекись водорода, и после введения, там, порядка четырех или пяти капельниц, у него на спид со стороны спины в проекции сердца вылез огромный чирь. Вот, то есть, мы знаем, что все, что вводится через кожу, это является, значит, процессом выведения из организма всякой гадости. И вот у него вышел такой вот чирь. С другой стороны, можно предположить, что те проблемы с сердцем, которые у него были, или они имели вирусное происхождение. Так бывает, вирусные заболевания сердца. И, по-видимому, ничего лучше до этого не нашли, как сделать операцию. Хотя перекисью повоздействовали, и, возможно, вот этот вирус в виде вот погиб, и организм его посредством такого вот чиря вывел из себя. Вот такие вот интересные случаи были. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что будут у нас уточнять что-либо наши радиослушатели, а мы пока, давай, тему будем продолжать раскрывать. Давай будем раскрывать. Значит, ну, сейчас можно поговорить, не можно поговорить, а мы намечали поговорить о фитопрепаратах, о травах. Давай. 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 Но на самом деле трав, которые используют при лечении онкопроцессов, их большующее множество, я лишь хочу остановиться на те, которые, с моей точки зрения, наиболее эффективны, и при этом они доступны. Вот. Об одной из них, как сабельник я уже сказал, там, корень одуванчика сказал. Вот. Чага. Тоже прекрасное средство его. И есть еще такая травка, называется сулема. Вот. Но это из того же разряда, что и болиголов. То есть, это из разряда сильнейших ядов. В Европе они, кстати, запрещены, там, ни в коем случае, там, даже полынь запрещена. Потому что считается, что ядовитое средство. Так вот, эти, такие вот средства, как болиголов, сулема, но даже сулема в разы сильнее, чем болиголов. Раствором сулемы, там, в девятнадцатом веке дезинфицировали медпрепараты, вот, ну, инструменты хирургические. Вот, как сейчас спиртом, да, чем там еще стерилизуя, вот, там, дезинфицируя, да. А раньше раствором сулемы. Представляешь, насколько сильное противовирусное средство, что при... Причем не чистым экстрактом сулемы, а его разведение один миллилитр на литр. То есть, концентрация один к тысяче. И вот таким вот рабочим раствором дезинфицировали эти, там, хирургические принадлежности. Так вот, применяем, применять сулему можно тоже, в принципе, на любой стадии рака. И она, являясь достаточно сильным ядом, она подобна болиголового, она подобна вот препаратам химиотерапии, только менее вредна для организма. Просто-напросто этот яд, рак, физически уничтожает, как яд. Она его отравляет. Ну, при этом, конечно, она отчасти отравляет организм. Но иногда бывают такие случаи, когда ничего не помогает и нужно что-то делать. Так вот, сулема в этом случае поможет. Как её применять? Применять, значит, экстракцию лимы. Лучше, конечно, это какого-то травника найти. Но если рядом травника нет, то это делается концентрация. Один грамм на литр экстракция. Вот. И потом полученную экстракцию мы ещё напополам разбавляем водой. То есть к этому литру добавляем ещё литр дистиллированной воды для того, чтобы получить ту концентрацию, которую можно принимать внутрь. Вот. Ну, и таким образом постепенно, там, по каплям, мы начинаем её увеличивать, там, до 10, потом снижать. Вот так вот пьём. Очень хорошее средство. Вот. Ну, собственно говоря, наверное, из того нового, о чём зрители ещё, наши радиослушатели не слышали, я хотел сказать, вот это возможно, о Суллиме. Вот. Ну и о, значит, солодке. О солодке можно отдельно, вернее, не о солодке, о стевии хотел также отдельно сказать. Стевия – это прекрасный природный заменитель сахара. Сахар нашему организму всё равно нужен, хоть и тот сахар, который нам продают, сейчас предлагают, это, на самом деле, очень вредная, ядовитая штука для нашего организма. А естественный сахар можно получать помимо овощей и фруктов ещё и из стевии. Замечательное растение, которое прекрасным образом стимулирует иммунную систему. И вот. Обрыв связи. Желание посмотреть, там, как, что. Вот. Но я просто обозначаю ваше внимание на стевии, так что имейте в виду. Ну вот, что касается фитопрепаратов, наверное, если нет дополнительных вопросов, дополнений каких-то, то, наверное, всё. Потому что о многом мы рассказывали и в первой передаче, там, рак излечим. То есть эфир, который был посвящён раку, мы там очень много говорили о травах, о том, какие травы там именно помогают. В других эфирах мы также упоминали о каких-то травах, которые можно использовать, в том числе и при онкозаболеваниях. Вот сегодня я хотел сделать акцент именно на этих двух. Если есть какие-то пожелания, ещё дополнения, вопросы, давайте обсудим. Ну что ж, мы тогда можем переходить к вопросам, да? Насколько я понимаю. Там ещё достаточно важная часть такой психоэмоциональной причины заболевания. Тогда давай сначала мы про это поговорим, и потом уже, может быть, даже сделаем музыкальную отбивочку, и после этого тогда уже будем переходить к вопросам. Вот, на мой взгляд, это первопричина вообще возникновения рака, психоэмоционального состояния. Сам по себе рак – это психосоматическое проявление состояния психики человека. Что такое психосоматика? Психо-душа, психо-с душа, да? А сома-тело, то есть проявление каких-то ситуаций души в теле – это психосоматические проявления. Рак тоже является психосоматическим проявлением. Нам известно, и с точки зрения ведического мировоззрения, говорится, что любая проблемная ситуация со здоровьем, она возникает сначала на уровне баланса энергии, потом уже на, собственно говоря, на энергетическом уровне, и затем уже проявляется в виде физической, в виде какого-то физического недуга. Очень часто, не очень часто, а всегда, когда человек заболевает раком, это говорит о том, что он собрался умирать. Сознательно, несознательно, что-то его в жизни не устраивает, и он решает умереть. Более того, особо не зацикливаясь на этой теме, мы об этом уже тоже говорили, хочу перейти дальше, что через какое-то время, как человек собрался умирать у него, вернее у него, а вокруг него, вокруг этого человека формируется определенная среда. И вот здесь достаточно сложный вопрос понять, что первично, само желание человека уйти или наличие среды, которые патогенным образом действуют на человека, о какой среде я именно говорю. Среды нас окружают разные. Это семья, это соседи, это какой-то трудовой коллектив, это друзья, не знаю, все, кто нас окружает, в том числе, в том числе и незнакомые нам люди, в том числе и, скажем так, события окружающего мира. все это в совокупности может работать вместе против нас, против, вернее, не нас, против пациента, находящегося в плачевном моральном состоянии. То есть, о чем я говорю? 90, ну, 100% пациентов, больных раках, ракам у них, у всех, ну, достаточно тяжелое, гнетущее, вот такое психоэмоциональное состояние. И вокруг них существует среда, которая, скажем так, поощряет развитие у них депрессивных состояний, которая поощряет развитие стрессовых состояний, там, и так далее. Ну, вот, чтобы долго там не вдаваться в эту теорию, я попробую рассказать на практике. Значит, был пациент у меня, и тоже у него было онкологическое заболевание, но, вернее, он и есть, он жив, слава богам, вот, у него было онкологическое заболевание, и как только, вот, мы продвигались в своем лечении, то у него, вроде бы, вот, психоэмоциональное состояние улучшается, ему становится лучше, но в окружающей его жизни происходили события, которые возвращали его на предыдущий уровень. То есть, вроде бы, чуть ему лучше пошел в церковь, там, постоял на пасхальной службе, потом пришел домой вечером после этой пасхальной службы, и приехали там собаколовы, постреляли собак под домом у этого человека. Этот человек очень расстроился, поскольку любил собак, и у него снова в психоэмоциональном, через психоэмоциональный состав пошел отказ состояния назад. вот здесь с точки зрения физиологии, чем можно объяснить, там, в надпочечниках при испытывании вот таких вот удручающих плачевных состояний вырабатывается кортизол, и он угнетает иммунную систему, и угнетая иммунную систему, он дает рах, скажем так, второй шанс. И вот у этого человека произошел откат назад. Вроде бы, мы с этим опять снова справились, пошли вперед-вперед, потом дети, дети стали приносить проблемы, то с одним ребенком там какая-то проблема, то с другим, то еще что-то. Ладно, с этим разобрались. Потом мать, мама этого пациента начала, вплоть до того, что в бессильном состоянии приходить, там, падать у него под дверью, то есть какие-то необъяснимые ситуации. Затем у него пытались отключить свет сотрудники ЖЭКа, там, еще кто-то, ну, не ЖЭКа, дом управления, там, еще. То есть я к чему введу? К тому, что когда человек начинает выздоравливать и зачастую ты его вытягиваешь из этого состояния, то окружающая среда, в которой он находился, она его не выпускает и не отпускает. И здесь очень важно и очень важная часть лечения пациента работа именно с его мировоззрением, работа с образом мысли человека. Беседовать с ним как-то проявляется, не просто, что там пришел по садилу, как психолог начал с ним работать. Нет, беседу, в виде беседы, через беседу очень важно понять тревоги, переживания, какие у человека присутствуют, какие там страхи, и попытаться как-то человека направить. Иногда, в некоторых случаях, хоть это и с точки зрения психологии неправильно, но каким-то образом давать ему советы по ограждению его от этих ситуаций. Я в своей практике иногда пациентам рекомендую на время лечения не общаться с теми людьми, которые вызывают у них стрессовые факторы. Зачастую это бывают члены семьи, то есть не общаться с теми членами семьи, которые вызывают у пациентов постоянный стресс. Я говорю, представьте, что вы уехали в санаторий и вот этих членов семьи сейчас рядом с вами нет. Иногда прошу даже отключать телефон, если источник постоянного стресса пациент получает через телефон. Потому что очень важно при лечении тем более онкозаболеваний, чтобы у человека был хороший эмоциональный контроль, чтобы было как можно больше позитивных впечатлений, радости, и тогда человек будет выздоравливать превратно быстро, можно сказать, семимильными шагами. Если же вы видите, что вы лечите пациента, он постоянно чем-то удручен, у него пессимизм и так далее, я вам скажу, что такая работа скорее всего будет обличена на провал. На начальном этапе лечения хотите соглашайтесь, хотите нет, но порядка 80% успеха на начальном этапе зависит от реализации эмоционального состояния пациента. Здесь нужно внушить в него уверенность в своих силах, здесь нужно дать ему надежду, вселить в него надежду, здесь нужно как бы показать человеку, что мир на самом деле прекрасен, что жизнь прекрасна. Это очень важно. Без этого выздоровление либо возможно, либо оно временно и отсрочно. Почему? Потому что даже когда человеку делают операцию, удаляют эту саму опухоль, а психоэмоциональное состояние человека не меняется, то в этом случае всегда наступает рецидив. Рецидив также, конечно, наступает еще по причине того, что рак это, конечно, системное заболевание, это не заболевание какого-то отдельного органа, все это глупости. И более того, те врачи, которые говорят, что вот у вас рак какого-то органа, сейчас мы там вам вырежем и все будет с вами в порядке. Если это квалифицированный врач, то я вам заявляю, что он вам врет, причем в открытую. Он прекрасно понимает, что рак это системное заболевание, выраженное через состояние организма. И здесь лечить какой-то отдельный орган это абсолютно бесполезное занятие. То, о чем я вам говорю в ходе этого эфира, все это можно сформировать в действующую, работающую технологию по лечению рака. Основными вехами, которые будут составлять первое, это очищение организма, второе, это придание жидкостным средам организма щелочных характеристик и восстановление окислительно-восстановительного потенциала жидкостных средств. Следующий этап, который необходим, то есть это снятие преград каких-либо с сердечных сосудов, то есть вернее с системы кровоснабжения, то есть снять напряжение спазма сосудов со всех, снять напряжение с внутренних органов. Следующий этап, это введение в организм тех препаратов, которые способны либо остановить развитие опухоли, либо уничтожить ее. И четвертый этап, это уже очищение после рака и то есть очищение продуктов распада и можно сказать контрольный выстрел этому новообразованию в голову. То есть когда уже вроде бы кажется, что все хорошо, уже человек все хорошо чувствует, тем не менее еще дополнительно как бы подшлифовать для того, чтобы не осталось никаких вопросов. И так работает всегда при любом виде рака, когда мы очищаем организм, защелачиваем организм, вводим в организм те вещества, которые в состоянии рак уничтожить и при этом делаем это вовремя, когда еще работает иммунная система, когда еще работает печень, когда работают почки, в этом случае мы добиваемся успеха всегда. Если же мы начинаем что-то делать вот из этого одно и думаем, что мы сейчас вылечимся, к примеру, начинают там без очистительных процедур, без, допустим, голодания, о голодании забыл упомянуть, голодание обязательно. И те ребята, пациенты, которые любят поесть и при этом хотят лечиться от рака, я вам скажу, шансов у вас ноль. Обязательно через голодание. Никакой белковой пищи, это не то, что процесс голодания, это вообще во время лечения. Если хотите вылечиться от рака, то минимум 21 день, а то и более до 40 дней. и причем это на фоне лечения. Обычно на фоне внутривенного выливания соды происходит голодание, происходит оно нормально. Те, кто говорят, ой, я не могу голодать, но это один из моментов сопротивления лечению. И если человек так говорит, я не могу, допустим, я в своей практике говорю, что, ну, тогда, наверное, вам нужно найти доктора, который в состоянии вас лечить, когда вы не выполняете его требования. И вот, если применять некую технологию, то рак излечим, и онкология это далеко не приговор, но просто то заболевание, которое требует на себя внимания и концентрации, в принципе. та истерия, которая происходит в нашем обществе в связи с раком, когда человек заболевает раком, и ему говорят, что всё, там, чуть ли не тебе ты уже труп, ну, не то, что прям в прямой, но когда вот приходишь в онкодиспансер, там обстановка такая, там сидят люди, у которых страх в глазах. И вот эта вся истерия, она нагнетается искусственно, потому что современная область лечения онкологии, это индустрия, просто современный бизнес. На самом деле и на своей практике, и на практике других целителей я могу сказать, что с точки зрения средств излечения, они на порядок, на порядок дешевле, нежели там те же самые средства химиотерапии, те услуги, которые предлагают онкодиспансеры. И люди, в принципе, теоретически при наличии определенных знаний, если у человека есть желание, он может эти знания получить в состоянии вылечить себя самостоятельно. Используйте эту технологию лечения, разумно подходите ко всем этим вопросам, и проблемы с лечением рака у вас не будет. Хорошо. Я от себя тоже хочу добавить, что психосоматическое состояние, это очень важное состояние, и неоднократно, даже без применения каких-либо медикаментозных форм воздействия на человека, такие серьезные заболевания, как онкология, рассасывались сами собой. Никто даже не мог представить, что такое может быть. И примеров такое огромное количество есть и среди наших соотечественников, как современников, живущих, так и тех, кто уже в меру ином. Был, например, академик Сахаров и другие, когда известны были потрясения, он, кто не знает, один из создателей водородной бомбы, самой мощной бомбы на сегодняшний момент, которая когда-либо была испытана на Земле в нашей цивилизации. И когда он увидел, как это все действует, он сам ужаснулся и выступал за то, чтобы закрыть этот проект вообще по всему миру. И вот такое началось на него активное давление, что его просто затравили. У него начались явные признаки онкологии, врачи сказали, ну, батенька, вам тут осталось не так долго жить. И вот тут как раз сработал тот самый фактор, о котором говорил Рират, что его просто сослали в ссылку из Москвы в Среднюю Азию. И через какое-то время, когда он изменил образ жизни, когда у него мысли немножечко поменялись, когда он успокоился, окружение у него изменилось, вдруг через какое-то время врачи стали замечать, что онкология у него как-то так сама собой пропала, хотя никаких серьезных медикаментозных воздействий на него не производилось. Аналогичные проверки делались в разных странах, когда брались группы людей-добровольцев, на которых проверяли как новое лекарство, так и плацебо, и так вообще ничего не проверяли. И вот что самое интересное, что когда группа делилась больных раком примерно с одной и той же стадией, делилась на одинаковое количество людей, появлялся там 2-3 группы, на которых проверяли что-либо. Те, которые ничего на себе не испытывали, ни плацебо, ни медикаменты, им просто рекомендовали изменить образ жизни. То есть, если вы жили в городе, уехать в село, сменить работу, заняться фермерским хозяйством, начать рисовать что-то либо еще куда-то, встретиться с какими-то интересными людьми и так далее, и тому подобное. И был очень интересный неоднократно показан результат, когда люди из третьей группы, которых ничем не лечили, вдруг ни с того ни с сего в большом количестве начинали выздоравливать. Вот этот момент надо учитывать, что в первую очередь человек есть то, что он думает, как он себя позиционирует в этом мире, какое у него мышление. Вот если мы это все учитываем, тогда медикаментозные всякие воздействия это дополнение к тому фактору, когда человек хочет быть здоровым, когда он хочет исцелиться. Если же мы просто человека начинаем пичкать чем-либо, даже самым-самым-самым лучшим, самым-самым-самым дорогим, самым-самым, вроде бы безотказным, но при этом он остается в той среде, в которой находится, то есть в том болоте сидеть, в гнилом, вдыхать все ароматы и париться в той гнилой водице, то в этом случае все это пойдет на смарку. И вот неоднократно мы об этом говорили, сегодня Элират об этом тоже упомянул и хороший пример привел. Так что хотите, чтобы вы были здоровыми, начните с головы. Голова есть наше все. Итак, сейчас, если никто не заражает, я поставлю все-таки музыкальную паузу, и после этого мы перейдем к вопросам от наших радиослушателей, которые поступили в чате Народного Славянского Радио. Напомню, что в чат Народного Славянского Радио просто попасть, вы в любом поисковике набираете Народное Славянское Радио, попадаете на сайт slavmir.org ищите слово чат, нажимаете на него, после этого, если вы еще не были зарегистрированы, придумывайте логин, пароль и указывайте e-mail ответный, куда вам будут приходить письма счастья по регистрации, и после этого главное не забыться логин, пароль, и вы можете уже пользоваться на постоянной основе чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы в живые эфиры и так далее. Если вдруг какая-то у вас проблема с регистрацией, то надо учитывать, что все-таки чат не нами писаный, и там есть определенная проблемка, иногда он не воспринимает e-mail, где есть какие-то тире, подчеркивания, излишнее количество, вот это вот надо все учитывать, поэтому в некоторых случаях просто зарегистрировать какой-нибудь простенький e-mail, куда вам придет письмо, ответ на случай чего, и в общем-то все, на этом ваши проблемы с чатом закончатся. Это вот единственное, что можно добавить по регистрации. Итак, мы переходим к музыкальной паузе. Музыкальная пауза, вот мы говорили о психосоматике, наверное, счастья нам в жизнь надо добавить, и вот «Остров по имени счастья» в исполнении Сергея Трофимова, я думаю, будет уместен сегодня. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 6 сентября 2016 года вторник, по одному из старинных 27 день месяца завершения лета 7124 шестица, день жива Инта, по одному из старинных календарей, с чем я вас всех поздравляю. Мы говорим про онкологию, и то, что онкология это не приговор, автор-соведущий Захар Белинский Арират. Переходим к вопросам от наших радиослушателей. Я наблюдаю за чатом. Очень много вопросов. Если ты думаешь, Арират, что так тебе просто удастся сейчас раскланяться и уйти, то ты ошибаешься. Нам предстоит с тобой отвечать на многие вопросы, которые в чате накопились. Итак, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Арират, здравия. Выражаю большое уважение с моей стороны к твоей благотворной деятельности, направленной на оздоровление людей. Вопрос. Основные правила недопущения онкологии. Первое. Жидкое агрегатное состояние крови. Второе. Поддержка кислотно-щелочного баланса крови. Третье. Правильное питание приоритет на щелочные продукты. Четвертое. Занятие спортом, подвижный образ жизни. Пятое. Духовно-нравственное и кармическое составляющее. Шестой. Отказ от наркотиков, лекарств, табака, алкоголя и так далее. Что еще? Благодарю. Что еще? Ну, мне кажется, идут в такой перечне прям, как это, огласите весь список, пожалуйста. Вот он весь был оглашен. Или что-то еще добавишь? Ну, наверное, добавить то, что режим дня, вот именно тупо режим дня соблюдать. То есть спать ложиться, чтобы часов в девять вечера и просыпаться где-то часов в районе пяти и полшестого. Вот это еще. Вот если добавить к этому, чтобы совсем здоровый образ жизни был, то это, наверное, вот это. Потом убрать отсюда просмотр телевизора, если уж так бы подходить, да, убрать просмотр телевизора. Можно даже, в принципе, и компьютер убрать. Ну, единственное, скайп оставить. Вот. Ну, и жить где-то нибудь в экологически чистом месте. хотя, если вот, вы знаете, на самом деле, когда человек начинает искусственно, ну, не то, что искусственно, но на первых порах многие начинают искусственно вот именно себя ограничивать и пытаться соблюдать здоровый образ жизни, то все равно мир к ним прорывается в каких-то событиях, фактах там и так далее. Поэтому я считаю, что это, конечно, все хорошо, но все равно даже вот здоровье должно быть хорошо в меру, потому что организм можно так же, как и закислить, его можно так же и пересчелощить. Это будет состояние алкалоза, тоже ничего хорошего в нем нет. Поэтому есть люди, которым, допустим, исходя из их химического организма и так далее, процессов там, метаболизма, им нужно получать белок, им нужно есть мясо. Я понимаю, что раньше, допустим, там, тысячелетия назад мы мясо не ели, но произошла такая определенная эволюция развития человека после всех этих войн, катаклизм, что сейчас некоторым людям мясо употреблять нужно для того, чтобы работал желчный пузырь. Можно, конечно, его чем-то там заменять, стимулировать, но вот плюс вот все вот это вышеперечисленное на самом деле можно, мне кажется, совместить, не совместить, а объединить под одним названием, что если у человека будет образ мышления соответствующий, то все остальные комментарии, они не нужны. То есть не нужно ему говорить о здоровом образе жизни, о каких-то еще морально-нравственных качествах. Если у человека будет образ жизни настроенный на осознанность, то есть человек осознанно понимает, что он делает, для чего он это делает и к чему это его приведет, и вот этого, в принципе, достаточно. Если человек здравомыслящий, то есть не сумасшедший, что он никогда не будет действовать себе во вред. И поэтому человек будет осознавать и результаты своего образа питания, и результаты своего образа жизни, и результаты своих поступков, и результаты взаимодействий, взаимоотношений с другими людьми. А более того, образ мысли это понятно. Если мы сейчас в психоэмоциональном состоянии, человек будет удовлетворен, то есть если человек будет именно не то, что в радости или в печали, а в состоянии спокойствия, вот, если вот тогда вообще ему ничего не страшно. Даже, даже, если он будет при этом, будучи в состоянии спокойствия, будет иногда употреблять, возможно, не совсем качественные продукты, вследствие того, что других не будет, возможно, будет жить не в самой лучшей экологической обстановке, но при этом, если он будет внутренне действительно спокойно и осознан, то все системы его организма, все органы будут работать так, как надо. И кровь будет очищаться, и почки будут все выводить, и римфа будет жиденькая, и так далее, и так далее. По последним исследованиям ясно, что болезнь начинается, любая, ну вот на физическом плане болезнь начинается с изменения вибрации клеток. Как только клетка начала вибрировать иначе, идет развитие заболевания. А употребление продуктов, там, прочие какие-то внешние воздействия, это все вторично. Поэтому клетки имеют свою вибрацию от, ну то есть, от естественной вибрации организма, от того, что входит ли человеческий организм, входит ли человек в унисон вибрации с планетой, прежде всего, с нашей планетой, рассинхронизирование рассинхронизация вибраций человеческого тела с вибрациями нашей планеты, с амплитудой вибрации планеты, она приводит к разрушению тела. И отсюда, прежде всего, возникают все остальные заболевания. Поэтому, если человек сонастроен с миром, осознан, понимает, что и как он делает, где живет, для чего, то никакая болячка ему, можно сказать, не страшна. Ну, у меня вот такой ответ на этот вопрос. Не знаю, согласишься с ним, Алексей, нет? Да, значит, здесь ситуация какая? На мой взгляд, мозг связан с каждой клеточкой нашего тела, нашего организма. И если вдруг в мозгу что-то не то, какие-то процессы, брожения в мозгу происходят, революции, то в этом случае он вынуждает вибрировать все клетки в нашем организме. Но, естественно, что где-то вибрация происходит более активно, а где-то менее активно. Ну, например, часто говорят, ой, сердце прихватило, о чем-то подумал плохом, ой, сердце прихватило. Ну, то есть мозг таким образом воздействовал на наш организм, что больше всего досталось клеточкам нашего сердца. И там вот пошли какие-то спазмы, пошли перебои и так далее. Кто-то сказал, да мне там всю печень, там уже или селезенку проели, то есть он постоянно находится в каком-то негативе, у него постоянно воспалена печень поджелудочная или желудок или что-то еще. Вот о чем я сейчас говорю, о том, что любые формы переживаний, каких-то накруток своего организма, они вызывают определенные заболевания в определенных местах нашего организма. и поэтому вдруг если вы постоянно себя накручиваете по печени, то в этом случае ждите того, что печень у вас реально начнет болеть. Ну а для того, чтобы она реально начала болеть, то в этом случае там скорее всего ей помогут какие-то организмы, грибки, бактерии или что-то еще. Ну и иногда бывает такой интересный момент тоже, по моим наблюдениям, вдруг онкология возникает, казалось бы, вообще чистый организм, но возникает, вот как новая форма образования внутри тела, некое тело внутри тела. И вот тут как раз можно это сравнить с каким-то таким военным переворотом или особлением внутри организма каких-то групп клеток. То есть достал ваш мозг эти клетки, и они решили построить свой счастливый мир без участия вашего дурацкого мозга, который постоянно их терроризирует. То есть вот поскольку они присоединены к вашему мозгу, то вот он что-то думает там, достается этим клеткам, он переживает, достается этим клеткам. И в конечном итоге достала эта вся переживалка ваша, и они сказали, все, мы хотим жить в своей колонии самостоятельно. Но поскольку у них нет очень важных элементов построения своего организма, то они начинают строить так, как Бог на душу положит. И в этом случае вот появляется какая-то опухоль, которая может потом перерасти и вне доброкачества, если на их пути встретятся вот такие провокаторы, как грибки и бактерии и вирусы. Вот это надо учитывать. Поэтому не мыслите никогда плохо о ком-то, о чем-то, о каком-то процессе. Воспринимать надо мир таким, каким он есть, а не каким вы его додумываете. Вот здесь будут вопросы, я думаю, еще с тобой об этом поговорим. Сейчас мне приходится одним глазом следить за нашим чатом, который очень активно меняется, и поэтому мне так трудно иногда полностью мысли высказывать, но я думаю, что будет вопрос и какую-то мысль еще я тебя вброшу в этот чудный мир. Итак, следующий вопрос от Анатолия из Харькова. Здравия, Рерат. Где в организме размножаются эти грибы? В крови ведь они могут погибнуть из-за иммунитета человека. Ну вот как раз они начинают локализовываться в каком-то органе, в области каком-то органном пространстве, в желудке запросто кандида, в кишечнике, в тонком, в толстом, пожалуйста, в легких, пожалуйста, в почках, везде, где могут возникать новообразования, вот там и происходит локализация грибов. Ведь как раз в тех местах, где это локализуется, там иммунная система работает хуже за счет того, что там скорость обменных реакций ниже, там движение лимфы затруднено, потому что лимфа там густая, там затруднено капиллярное кровоснабжение, иногда даже отток, венозный отток крови затруднен, там, и вследствие некоторых причин бывает, что и приток артериальной крови туда затруднен, то есть такие вот застойные места, где иммунная система крайне мало может себя проявить, и вот именно в таких местах и возникают очаги. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. История возникновения онкозаболеваний, когда впервые зафиксированы подобные болезни, твоя версия какая, и многие исследователи причину увеличения случаев с появлением злокачественных опухолей связывают в увеличении продукции пищевой промышленности, а в последующем ее доминирование в рационе населения, так как в изготовлении пищи используется большое количество консервантов, добавок ГМО и так далее. Согласен ли ты с такими выводами? Благодарю. Но по поводу когда и где был первый опухоль выявлен, я не знаю, когда это первый раз случилось, но из той литературы, которую я читал, мне известно, что с раком знакомы давно и еще в старорусские времена его лечили и лечили достаточно успешно. Так что это уже древнее заболевание, я так думаю. А по поводу продуктов, что с ухудшением качества продуктов стало большее количество рака, да, я с этим согласен. Почему? Потому что прежде всего хлеб современный это один из основных продуктов, который усиливает, не то, что усиливает, а является причиной возникновения раковых заболеваний, потому что в нем зачастую аспергилус, ниггер, грипп содержится. Это термофильный грипп, он не погибает при температурах, там, в печах хлебных, вот, и мы его потребляем вместе с хлебом магазинным, вот, и дрожжи, там, тоже, которая стимулирует развитие этого грибка, увеличение колонии, и употребление сахара постоянное во всех продуктах, куда сейчас не посмотри, в принципе, везде там добавляются сахар и другие подсластители, опять же, даже если в организм попала какая-то небольшая колония грибков, то при попадании большого количества сахара следом, а это пища для грибков, она тут же развивается, то есть, конечно, безусловно, одним из основных факторов, благоприятно влияющих на развитие рака, это, конечно, питание и современные продукты, но единственное, вот эти вот концентраты и так далее, я не очень склонен считать их именно первопричиной рака, но они сами по себе, конечно, ухудшают, закисляют наш организм и косвенно, конечно, приводят к его возникновению. Алексей? Да-да, дальше вопрос от Виталия. Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, это вирус от недостатка иммунитета у человека? Вирус иммунодефицита, ты знаешь, мы как-то уже разговаривали с тобой, Алексей, на эту тему, и есть такое мнение, что это все придумано, выдумано, и я не уверен в существовании самого вируса иммунодефицита человека, его, есть такое состояние, которое диагностируется, но эти же состояния аналогичные могут быть диагностированы и при каких-то болезнях поджелудочной железы, и при каких-то ослабленных состояниях организма, поэтому говорить о том, что это именно вирус, и вот он в реальном виде существует, я не могу, поэтому на этот вопрос, честно говоря, даже не знаю, как ответить, не то, что не знаю, как ответить, но я считаю, что вот с моей точки зрения на него нет ответа, потому что сама суть вопроса, она спорна, поэтому здесь можно лишь вероятностно, предположительно как-то отвечать, вот так. На мой взгляд, вирус, если он есть, то его всегда можно предъявить, но в том случае, если более чем за 25 лет никто до сих пор не показал ни одного варианта вируса, кроме как компьютерные модели, в этом случае я сомневаюсь, есть ли вообще этот вирус. Ну, там что-то показывают как-то, но там схематично что-то где-то и повторно. Я про то и говорю, это все компьютерные модели, а вот так, что вы покажите, пожалуйста, сниму какой-то вирус, как-то он, на что он влияет, как он соединяется, вот реально, покажите, выделите это, вырастите его в конце концов, как это делают там в Петре какой-нибудь или в пробирочке, посмотрите, покажите другим, под микроскопом, давайте изучим, но никто это до сих пор не показал. Все остальные вирусы, ну, как-то, да, показывают все замечательно, хорошо, а вот с этим какая-то прям, ну, не задача, но не идет тут никак, и никто не может его показать. выражая свое собственное мнение, я могу сказать, что вот создание информации и распространение информации о ВИЧ, это проект фармацевтических компаний для распространения одноразового медицинского инвентаря, после того, как обнаружили ВИЧ, сразу начали все применять одноразовые шприцы, одноразовые перчатки, одноразовый хирургический инструмент и так далее, и целый комплекс, целая индустрия, заводы, которые по этому поводу работают, приносят ежедневную прибыль, потому что эти медицинские товары возвели в ранг товаров ежедневного повседневного спроса, а с точки зрения экономики реальную прибыль постоянную и большую приносят только товары повседневного спроса. Это из той же самой серии, что и знаменитые башни-близнецы, которые якобы какие-то террористы из пещеры взорвали, но после этого вдруг Америка начала активно обогащаться за счет того, что вошла в разные страны и до сих пор там находится и получает большие прибыли. Вот это из этой же серии. Просто бизнес ничего личного это называется. Да, бизнес и ничего личного. Это точно. Так что я сомневаюсь насчет ВИЧ, СПИД и всего остального. Это всего лишь проявление каких-то других болезней, которыми богата сегодняшняя наша окружающая среда, богата наша цивилизация. Причины этого богатства Рерат неоднократно уже озвучил. Это и неправильное мышление, это и различные консерванты, это и различная дрянь ГМОшная, и прочее, 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 что тоже является бизнесом. То есть бизнес на бизнесе сидит, бизнесом погоняет. Идем дальше. Вопрос эфира от Анатолия из Харькова. На ваше мнение, Рерат, употребление табака вредит организму и как же никотин, который входит в него, как никотин влияет на человека? Но никотин сам никак не влияет, никотиновая кислота влияет. Никотиновая кислота служит катализатором химических процессов, происходящих в вегетативной нервной системе. И она облегчает прохождение этих химических реакций, соответственно, человек остается более спокойным. то есть когда человек ощущает недостаток никотиновой кислоты в организме, то это ухудшает проводимость химических процессов, соответственно, и у человека повышается невротический фон назначения никотиновой кислоты, исходя из тех знаний, которыми я владею. Курить человеку однозначно это вредно, крайне не вредно, это приводит к различным заболеваниям, прежде всего глотки, гортани, пищевода, бронхов лёгких. Тот никотин, который человек получает вместе с сигаретами, он замещает с собой ту никотиновую кислоту, которая естественным образом вырабатывается, в организме человека есть железа, которой вырабатывается никотиновая кислота, и происходит атрофирование этой функции работы этой железы, соответственно, человек пока курит, он вроде бы как спокоен, его психоэмоциональное состояние нормальное, как только бросил курить, у него повышился невротический фон, и вот дальше, в зависимости от того, у кого восстановление функции выработки никотиновой кислоты происходит быстрее, тем проще бросить курить, а у тех, у кого эта функция восстанавливается очень слабо, им очень сложно бросить курить. Вот, наверное, такой ответ на вопрос. Да, я с тобой согласен, мы с тобой тоже говорили неоднократно, если в организме человека что-либо не применяется, не используется, то оно убирается. Ну, к примеру, мы говорили много раз, если человеческий организм какой-нибудь поместить, такой сейф или гипс, то в этом случае мышцы начнут атрофироваться, потому что они просто не используются. если какая-то железа не используется по назначению, то она атрофируется. В каком случае она может не использоваться? В том случае, если получает организм извне какую-то дозу того, что железа должна вырабатывать. В данном случае мы говорим про никотин. Никотин поступает, но зачем нужно организму еще тратиться на то, чтобы железа вырабатывала никотин или никотиновую кислоту? Ну, смысла нет. Зачем лишние расходы? Ведь организм, он очень такой умеет все подсчитывать в этой жизни. Он постраивается. И представьте себе, например, курильщик, который там 10-20 лет курит все больше, больше, больше и больше. Почему? Да потому, что уже у него своя никотинная кислота не вырабатывается, а потребность и психосоматическая, и уже физиологическая присутствует. То есть, это наркотическая зависимость. И в том случае, если человек бросает курить, то в этом случае не факт, что его железа, которая вырабатывает никотин, иную кислоту, она начнет нормально функционировать. Потому что вполне возможно, что к тому времени она уже будет полностью или уничтожена, или в такой степени обессилена, что ничего нормального количества выделять не сможет. Это надо все учитывать. Поэтому не применяйте никакие наркотики. Они вам не нужны. Вот в том случае, если вас прижмет, если вам будет необходимость применить наркотик для того, чтобы выжить, вот в этом случае я допускаю применение наркотика. В том случае, если вы просто наркотик применяете для забавы, вы полный идиот или дебил. Вот я вас с чем и поздравляю. Вот как смог, так объяснил. Но уже скоро ругаться буду, надеюсь, что до этого правда не дойдет, но так иногда приходится нам грубые слова подбирать, чтобы пробивало. Так что это имейте в виду и никогда не занимайтесь глупостью и дрянью. Плюс ко всему, когда вы курите, когда, вернее, не вы, когда человек курит, то в этом случае надо понимать, он употребляет не никотин, никотина там не так много, он употребляет кучу смол и всякой дряни, которая, которая в большом количестве, поступая в организм, просто-напросто его уничтожает. А вот там как раз происходит много процессов, которые делают клетки более слабыми. А там, где более слабая клетка, то там паразиты, как правило, в природе паразит нападает на то, что более слабое, чем он может воспользоваться. И вот в этом случае паразиты пользуются слабостью клеток и, скорее всего, будет вероятность того, что какая-то проблема с онкологией или с чем-то еще может возникнуть у человека, который вот так по дури употребляет всякую дрянь. Дальше, следующий вопрос в эфир от Данила. Здравия с ведущим Ари Рат. Насколько будет эффективным применение в рацион питания морской капусты ламинария в профилактике онкозаболевания? Благодарю за ответ. Ламинария вообще очень полезная штука за счет того, что содержит большое количество йода. Йод является противовирусным хорошим средством. Он влияет на работу щитовидной железы, соответственно, на работу гормональной системы и опосредованно на работу печени. Поэтому в целом прекрасный продукт и в качестве профилактического средства будет просто замечательно. Не то, что профилактика именно онкозаболевания, а профилактика вообще какого-то негативного состояния здоровья. То есть, пожалуйста, рекомендую. Очень хорошая вещь. Хорошо. Ну, то есть, как бы это не является панацеей, но в своем случае это может что-либо добавлять и что-либо улучшать, увеличивать. Но, как говорили некоторые, что это полностью панацея от онкологии, наверное, здесь нет. Так, дальше. Следующий вопрос. Смотрим, что еще. Вот, Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Вирус иммунно, иммунитет человека ВИЧ, это вирус, это недостаток иммунитета человека. Так, Тогда почему, это уже была первая часть, тогда почему официальная медицина нам головы дурит по этому поводу? Ведь достаточно повысить иммунитет человека и все в порядке. Вопрос только как? И как возможно повысить или понизить иммунитет человека? Ну, повысить или понизить иммунитет человека, это очень комплексный вопрос такой. И этому можно посвятить целый отдельный эфир. Я лишь могу сказать, какими средствами можно его увеличить, за счет чего? За счет улучшения работы коверохлимфатической системы, за счет улучшения работы тимуса вилочковой железы. Вот, можно как-то стимулировать ее работу там, или там, по-простейски говоря, даже простукивать область тимуса можно, можно ставить на нее там пиявок, можно ставить пчел, можно ту же самую перекись, принимать питьевую форму, это будет стимуляция работы иммунной системы, можно принимать корень солодки, можно принимать тот же самый, о чем мы сегодня о траве говорили, вылетело. Вот. Ну, ты сабельник называл? Не, не, подсластитель. Как же он? Вот, голова садовая. Этот, стевию, стевию можно применять, она прекрасно стимулирует и улучшает работу иммунной системы. Пожалуйста, тут способов стимуляции много, но если уже нарушена работа иммунной системы, то нужно прежде всего смотреть весь организм и начинать с печени, с желчного пузыря и дальше, дальше уже продвигаться по всем органам. Потому что отдельные заливы в народной медицине мы не рассматриваем, что уход иммунный. Давайте сейчас как-то его подправим. Это комплексная проблема всему организму. И если уже иммунитет снижается, то проблемы в организме достаточно, не то, что серьезные, но они имеются и их нужно решать. Вот Павел Сурала, как внимательный человек, который находится сейчас в чате, пишет, стевия подсказывает нам. Благодарю тебя. Так, дальше, следующий вопрос, эфир от Олега из Иркутска. Знатом ли ты с методом Петра Горяева лингвиста волновая генетика? Лингвистика волновая генетика. Он и группа его единомышленников изучает, излечивает больных с разными тяжелыми неизлечимыми в кавычках заболеваниями посредством лазера волновыми спинорными полями. Восстанавливает изначальную матрицу поврежденных клеток организма. Что думаешь об этом методе и об его эффективности? Благодарю. Ну, я думаю, что это медицинский завтрашнего дня, то, о чем вы говорите. Я смотрел несколько роликов, читал об этом. На мой взгляд, это просто фантастика, то, что они делают. И это уже следующий день, завтрашний день. Это, ну, конечно, это вот используются те силы, которые есть и в растениях, которые мы используем при фитотерапии. Но они это делают посредством лазера закладывают в этот лазер определенную, то есть передают эту информацию посредством лазера. А мы в народной медицине ту же самую информацию получаем из растений. Что такое, по сути, фитотерапия? Фитотерапия это передача не только каких-то полезных веществ, а это передача матрицы определенной, информационной. и если траву готовить не кипячая ее, то есть не поднимая температуру больше 32-35 градусов, то эта информационная матрица в траве сохраняется. И вы получаете не просто напиток с полезными веществами, а информационную составляющую. А здесь они передают посредством лазера, то есть они усиливают действие, они усиливают расстояние передачи. Но это конечно метод очень сильный и я считаю, что они большие молодцы. Хорошо. Павел Суралу, вопрос эфир по поводу причин возникновения онкологии. Только лишь пищевые продукты являются причиной возникновения онкологии или есть что-то еще, что совместно с употреблением пищи является необходимым условием? Уже ответили, но если ты хочешь что-то добавить, то пожалуйста добавляй. Если нет, будем дальше идти. Мне кажется, уже подробно рассказали по этому поводу. Хорошо. Виталий из Эстонии. Вопрос тогда почему официальная медицина? Нам головы дурят здесь. Это вопрос к официальной медицине, почему она гола? Да, я думаю, что здесь не будем даже рассматривать уже просто частично и ответительно. Это вопрос раньше. Миколаевич, здравия. Вопрос в предстоящем эфире. Грибок творец рака. Кандида в дрожжах или в пекарнах есть? Когда и кем были придуманы дрожжи, можно есть хлеб дрожжевой? Это вопрос и все. Как нейтрализовать грибок? Какие симптомы начала ракового заболевания? Нейтрализуется грибок, прежде всего, ну, самый лучший способ нейтрализации грибка на начальной стадии его развития это сода. Сода самый сильный фунгицид. Остальные фунгициды и грибы начинают питаться через 2 недели. 2 недели лечат человека, через 2 недели грибок этими таблетками сам питается. Если кандида в хлебопекарных дрожжах, я, честно говоря, перед составом у меня перед глазами его нет, но вряд ли в составе эта кандида присутствует. А в хлебе в большей степени присутствует аспергилус, кандида она попадает в желудок при вдыхании спора из окружающей среды. И если желудок сам по себе болезненный, ослабленный, то она там находит себе место и начинает развиваться. Как определить начало онкологического процесса? Ну, поскольку, я так понимаю, вы не доктор, ну и в принципе, если бы были доктором, вы бы знали, как определить начало процесса. Если вы не доктор, то здесь вы можете определять только по субъективным признакам. То есть, то, что вы чувствуете, как организм себя ведет. И прямо такого уж признака, что у меня онкология, не то, что его нет, но если это где-то снаружи, то вы можете заметить какие-то образования на теле, да, что где-то что-то появилось того, что раньше не было. Если не так, то снижение общего тонуса организма, усталость, появление где-то большого количества в области живота, допустим, в области груди, там, со стороны спины, сосудистых таких рисунков, ярко выраженных, ну вот как там, как паутинка этих рисунков где-то вот в конкретном месте, допустим, появилась, на области печени, там, на области низа живота. Вот, я говорю не о варикозе, именно о таком, как сосудистом рисунке. Вот, постоянная температура тела, небольшая, там, 37,1, там, 37,3, вот, возможно, частая потливость, возможно, изменение психоэмоционального состояния, но, в любом случае, когда изменяется ваш общий тонус, появляется такой усталостный фон хронический, то есть, вам все время хочется спать, вы там устаете, сразу обращайте внимание на свое самочувствие и как-то получаете ответы, почему это происходит, то есть, либо обследование делаете, либо там, целителям идите, чтобы они смотрели, что с вами происходит, вот, но, вот, наблюдайте за тонусом, за самочувствием, ну, а дальше уже, либо за новообразованиями, там, нащупали какую-то штуку у себя, и обратите на нее внимание, ну, наверное, так. Нащупали, сказали, ух ты, дай-ка я с тобой разберусь. Дальше, вопрос эфир от Владимира из Мэтич Драйвер Рад, когда же, наконец-то, сделаешь программу о важных повседневных мелочах в жизни, это такие мелочи, что вроде ничего особенного не делаешь, а предположительный эффект появляется. Это к тебе вопрос, не ко мне, Алексей. Нет, как говорится, фигушки, тут написано тебе вопрос, а не мне, так что, делать будешь ты, а вот, как она будет у нас в эфире звучать, это уже вопрос ко мне. Дальше, ну, я так понял, в общем, ответа не будет дан, мы так попинали друг к другу там этот мячик, и когда-то он улетел в сторону. Вопрос ответственника Богов от Олега Зеркутовского, Ари Рад, я по роду своей общественной деятельности сталкиваюсь с людьми с раковыми заболеваниями, на какие твои информационные ресурсы я могу дать ссылку для получения нуждающимся людям профессиональной первичной информации, благодарю. Ну, пусть они на сайт пишут сюда, и все письма мне пересылаются. То есть, на сайт радио, и дальше ты будешь читать. Дальше, Любовь Морозова Любовь Морозова задает вопрос, как-то страшно, чтобы после введения гриба чаги он прижился в организме и остался там навсегда. Вы уверены, что он безопасен, если будет жить в организме человека? Да, нет, там у вас не прям чага. Чага, он сам этот по себе гриб при температуре он погибает, а в организм мы вводим полезные вещества, которые в нем содержатся. Когда я говорю, что чага, попадая в организм, он там всех убивает и сам остается, это метафорическое, образное выражение. В организм попадают полезные вещества, которые в нем содержатся, и вот они и убивают. А полезные свойства гриба чаги обусловлены тем, что он растет на березе. И бетулин, вещество, содержащееся в березе, оно гриб усасывает в себя и весь им пропитывается по сути. И когда попадает потом в виде каких-то отваров в организм, то именно этот бетулин в основном и действует. Ну, плюс композиции, которые содержатся в самом чаге. То есть, самая живая чага, образно говоря, она у вас внутри в организме жить не будет, не переживайте. Да, как-то успокоил ты, а то я же себе начал там всякие варианты представлять житья с этой чагой внутри и снаружи организма. Ладно, тебе смешно, а так народ-то ночь на дворе, какие-то там сны еще приснятся, потом будут говорить. А вот и рад нас тут. Дальше, Сергей Анатольевич, вопрос. Применяете ли вы препараты на основе мухомора и лисичек или в качестве профилактики? Ну, препараты на основе мухомора я, к сожалению, не применяю, но я знаю, что они очень хорошо действуют. Ну, руки не дошли. Тут вот поблизости возле меня мухоморы не живут, поэтому как-то без них. А лисички я использую в каком плане? Не как лечебное средство, не как лекарство, а как профилактическое средство в питании. Дело в том, что лисички подобной чаги обладают такими свойствами, что уничтожают все другие грибы кроме себя. То есть, тоже очень сильный такой гриб лечебный и употребляя его в пищу, можно, в принципе, убирать из организма вот эти вот все эти грибные колонии и прочие там грибные патогены. То есть, пожалуйста, можно делать такую противогрибковую терапию, употребляя лисички. Прекрасное средство. По поводу мухоморов. Переживало у нас в последнее время что-то как-то красных мухоморов последние три года я не видел и как-то мыслеформу такую задал, что надо чтобы мухоморы тут у нас появились. Особенно после эфира с Лодиным Юрием Святорусом, когда мы про мухоморы поговорили, он нам рассказал про настойку, которую уже испытал. Стало просто интересно, на самом деле, как это все будет действовать. А мухоморов нет, вот беда какая. Мыслеформу задал и смотрю, у нас прямо на участке справа-слева мухоморы. Вот набрал мухоморов и добрый человек пришел, говорит, слушай, там на заводе на спирт продают, тебе нужна канистра? Я говорю, слушай, для мухоморов грамм 100 отлим и он отлил. Так что вот залил, если все будет нормально, то может быть даже с тобой поделюсь. А я, ты знаешь, я слышал, не слышал, а вот я узнал рецепт их запекать, томить, мухоморы томить. О, да ты гурман, ты гурман. Сейчас нас обвиняют, что мы начинаем уже не в медицинских целях, а уже как это кушать для того, чтобы глюки ловить. Сок получается и там в малых-малых дозах употреблять, знаешь, какой-то тоже, говорят, полезный. Я не пробовал, ну, как-то можно попробовать. И плюс еще такая информация, ну, тоже изучал мухоморы, там говорится, что мухоморам отравиться в жизни нельзя. Вот, могут от мухоморы идти какие-то видения, там еще что-то, но вот тошнота отравиться нельзя, потому что в мухоморе, забыл, как называется, вот это вот вещество, содержится именно противогрибковое, вернее, не противоинтоксикационное, то есть, даже та интоксикация, которая возникает от ядовитых веществ, содержащихся в мухоморе, она тут же гасится вот этим вот полезным веществом. Поэтому мухоморы, можно сказать, прекрасный гриб, вот, ну, с точки зрения, как бы, творения природы, да, а так по своим свойствам он, конечно, специфичен. А вот хочу тоже рассказать о такой случае, не рассказывал его ни разу, поделился один охотник, когда что-то там произошло, и он получил очень серьезную дозу такое отравления, то есть, там уже думали, что он помрет, и кто-то у него в группе находился, говорит, тебе надо съесть мухомор, прямо сколько ты сможешь съесть, я прямо эти шляпки через «не могу» ел, ну, там выбора просто не было, или умирает, или не умирает, вот, на конечном итоге он съел несколько этих шляпок прямо там в лесу, в сыром виде, его там хорошенько вырвало, и, в общем-то, остался жить, а так уже ласты готовы было склеивать. Ну, это так, будем считать, что я ничего не рассказывал, не надо где-то пробовать, просто так, для общей информации, скажем так, а вот был такой случай, кто-то рассказал. Дальше, хаврошечка, вопрос в эфир. Как и на что действует капля дёгтя на ватке, вложенная в пупок? О, это хороший вопрос, благодарю за него. Ну, капля дёгтя, само по себе, опять же, содержит продукты берёзовые, там, битулин, в том числе, в богатом содержании, а в пупочек у нас сходятся каналы, трубочки от печени, от почек, от мочевого пузыря, и когда капелька дёгтя попадает в пупок, то, соответственно, битулин по этим, по всем трубочкам попадает в эти все органы, и, соответственно, вот таким образом нас лечит. Вот, теперь я знаю, теперь я знаю, с чем в пупке я буду засыпать. Благодарю тебя, рассказал, хаврошечка, благодарю, подсказал, мудрую мысль, теперь я знаю, с чем пупок надо мазать. Так, дальше, видишь, вот эфир проводим, сколько всего интересного, узнаешь, что ты едешь. Любовь Морозова, подскажите, пожалуйста, исходя из вашей практики, когда распадается опухоль в груди, она увеличивается, грудь восполняется, как может выходить жидкость, может выходить жидкость из соска, как обычно распадается опухоль в груди, состояние как-то изменяется, возможно, оно ухудшается, или болевые ощущения в груди появляться могут, вот столько вопросов от любви Морозовой тебе. По порядку, когда распадается опухоль в груди, она увеличивается, обычно нет, обычно нет, грудь не увеличивается, если вы каких-то дополнительных процедур при этом не делали, ударно-динамически не делали, глаша или чем-то таким, что вызывает местный отек, если такого ничего не делали, то увеличиваться она не увеличится, в любом случае, но если увеличивается, то чуть-чуть, может быть, чуть-чуть незначительное увеличение, может быть, за счет того, что не то, что она в размерах увеличилась, а за счет того, что ткань опухоли размягчилась, и за счет этого стало чуть больше. Дальше, грудь воспаляется, грудь обычно не воспаляется, то есть, воспаляться не должна, если только от того, что там что-то ввели или подкололи, может выходить жидкость из соска, да, может жидкость из соска выходить, такого от бледно-желтого до насыщенно-зеленого цвета и консистенция, может быть, жидкая, может быть, там такая вот гноеобразная, это даже очень хорошо, что она выходит, ее нужно специально оттуда, из груди выдавливать, вот, как обычно распадается опухоль в груди, обычно она распадается, замечаешь это при ощупывании, она как бы фрагментарно проваливается, то есть, там в этом месте вроде бы смотришь, еще в прошлой процедуре была плотная ткань, сегодня там уже ткани нет, там как бы такая ямочка уже, и вот так постепенно-постепенно распадается, потом распадается на несколько кусочков, там кусочек остался, там, там, и потом эти кусочки тоже сами по себе рассасываются, вот, состояние как-то изменяется, возможно, оно ухудшается, или болевые ощущения в груди появляются. Обрыв связи. Так, у нас какие-то проблемы со связью, давайте сейчас я оставлю музыкальную паузу, и после этого мы попробуем восстановить связь, и продолжим, вот, этот вопрос. Просили музыку спокойную, но давайте спокойно музыку и послушаем. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Связь восстановили. Я предлагаю Рюраду продолжить с места разъединения, то есть мы ответили о том, может ли какая-то жидкость выходить из соска, как обычно распадается опухоль в груди. Вот начал говорить, что уплотнение пропадает, появляется ямочка, и потом что-то началось такое со связью. Значит, вот появляется эта ямочка, потом таких ямочек появляется больше, и затем опухоль распадается на несколько кусочков, и затем эти кусочки в свою очередь тоже распадаются. То есть, ну вот под пальцами вы чувствуете сначала, как мягчает грудь, потом, ну вот, мягчает эта опухоль, потом она уменьшается, уплотнение уменьшается, груди возвращаются прежние такие ощущения, вы начинаете чувствовать, как грудь, а не как камень, и постепенно она уходит, уходит, уходит. Следующее, состояние как-то изменяется, возможно оно ухудшается, или болевые ощущения в груди могут появляться. Значит, из моей практики я могу сказать, что наоборот, при правильном лечении рака груди, болевые ощущения из груди уходят. То есть, пациенты приходят с болевыми ощущениями, если терапия ведется, на мой взгляд, правильно, то болевые ощущения прекращаются. Нет, процедуры сами, возможно, несколько болезненные, и есть период, когда человек отходит после процедуры, ну, еще вот такая процедурная боль, но потом, когда процедурная боль ушла, и снижается, а то и уходит вообще общее болезненное состояние груди. Наверное, так ответил. Благодарю. Вопрос от Павла Сурала. А перекись в виде таблеток 30% можно использовать, то есть, растворять водой? Ну, гидроперид можно использовать, смотря для чего просто. А так, гидроперид, да, конечно, используйте. Понимаете, можно в ванной принимать, вот, там, 25 таблеток на ванну, можно каким-то образом еще питьевые формы из этого извлекать, там, главное, соблюдать концентрацию. Так, пожалуйста, используйте. Ну, я думаю, что разговор у нас велся все-таки про внутривенное потребление, поэтому здесь, наверное, к этому и надо подвести, что с таблетками в ванной понятно, а вот если человек рассчитывает себе это дело в вену потом вести? Ну, можно и в вену вести, сам по себе перекись, это стерилизатор, и если там еще разбавлять такой фармакологической дистиллированной водой, вот там в специальном где-то стерильной посуде, то вполне возможно это и в вену вводить. Единственное, концентрация там и так далее, все это я сейчас не готов назвать, потому что там нужно точно приводить, а то я сейчас скажу, все понаделают и поошибаются. Да, вот тут, пожалуй, надо быть очень аккуратным. На мой взгляд, все-таки, на мой взгляд, все-таки не стоит рисковать, а покупать уже готовые растворы, которые в аптеке, в определенной дозировке, где все четко указано, точно указано, вот их лучше всего применять. И мне понравился твой ответ, что не просто вы покупаете какой-то пузырек пластиковый или стеклянный, а в любой аптеке, а идете именно там, где изготавливают эту перекись, и вот тогда можно уже составлять тот раствор, который необходимо получить для какого-то определенного эффекта. Вот дальше. Что касается этого вопроса, есть в интернете такой мужчина замечательный, Вахнин, и у него есть рецепт приготовления внутривенной перекиси с использованием этих таблеток. Если Павлу с Урала интересно, найдите его на просторах интернета, Вахнина, и у него есть, как это делать. Ну, все. Тут у нас активная про чагу и переписка. Василий Васильевич очень много тут советов понадавал. Так что завидуйте тем людям, которые... Завидуйте тем, кто не находится еще в чате, тем, кто в чате находится. Виктор, вопрос в эфир. Встречались ли онкобольных, встречал ли онкобольных, не пьющих и не курящих, ведущих здоровый образ жизни? Они задавали вопрос, а почему? И единственное, что общего было у всех, они ели говядину. Этот фактор не исследован. Все от него просто отмахиваются. Все от него просто отмахиваются. Говорят, что не может такого быть. Ты не исследовал вопрос питания всех заболевших по конкретным продуктам питания? Нет, я не исследовал всех заболевших по конкретным продуктам питания, но что касается говядины, Мы уже в эфире здесь говорили, что мясо – это наиболее сильный закислитель нашего организма. И здесь вопрос, в каких количествах они его ели. Если ежедневно, чуть ли не три раза в день, то вот, пожалуйста, тебе обычная причина чрезмерного употребления мяса, закисления организма. А непосредственно то, что мясо коров, что говядину ели, ну, возможно, этих коров кормили какими-то… Кстати, сейчас же скот откармливают на гормонах, а эти гормоны на основе гриба кандиды. Вот я просто сейчас, отвечая на этот вопрос, вспомнил эту информацию. По крайней мере, вот курьи на птицефабриках, их всех гормонами пичкают, чтобы они там побольше росли. А это гормоны на основе кандиды. Может быть, коров этих тоже какими-то такими гормонами роста кормили, и таким образом кандида попала в организм. Вот обратите на это внимание. Да я думаю, здесь не только их гормонами роста пичкали, но там еще и куча антибиотиков, и много-много чего другого. Поэтому, когда мне кто-то говорит о том, что мясо вот такое полезное, я говорю, если вы уверены в этом производителе, то вполне может быть, если это свежее. Но когда вы покупаете в магазине это мясо, то стоит вопрос, откуда оно появилось на прилавке, какой фермер или какая страна, которая специализируется на производстве этого мяса, чем оно вообще этих коровок откармливало. Это первое. Во-вторых, а какими корнеплодами, какими комбикормами, их какой зеленью откармливали? Потому что ведь известно, что коровки не сами по себе растут, их надо чем-то кормить. И для того, чтобы было больше зелени и корнеплодов, эти зелени и корнеплоды чем-то поливают, опрыскивают. И, как правило, там применяются, опять же, ГМО, вот эти генномодифицированные организмы, для того, чтобы они ничем не болели. То есть, получается, зелень сначала напичкали всякой-то дрянью, химией, после этого скормили коровкам, которые все это в себя заложили, после этого коровок самих гормонами напичкали роста, им же антибиотиков накололи. Потом, когда их там убивали, они получили выброс разных гормонов в свой организм, которые не выводятся из организма, естественно, поскольку мертвое тело там уже не распадается, не выводится. То есть, если посчитать, сколько всего там полезного в кавычках в этих коровках накопилось с момента их откормки до момента их убиения, то в этом случае получается вопрос, а что вы в конечном итоге ели? Ели вы ли мясо или ели вы трупы, напичканные непонятно чем? Мало того, сколько это где хранилось и чем это обрабатывали для того, чтобы оно как-то хранилось? И что туда накололи для того, чтобы увеличить вес? Эти вопросы тоже нельзя снимать. Так что и где их перевозили, опять же, с чем их рядом перевозили, то есть какая информация была передана, например, из соседнего какого-то контейнера, это огромное количество вопросов, которые не просто так должны возникать в голове человека. И поэтому надо всегда понимать, что вы не просто едите кусочек мяса, а вы едите продукт, который коммерсант вырастил, произвел для получения прибыли. А там, где есть прибыль, то там ничего личного, там просто бизнес. И мы опять возвращаемся к тому же, что одни сначала вас пичкают тем, чтобы вы болели, это бизнес, ну, вернее, не ставят, скорее всего, цель, чтобы вы болели, они просто ставят цель получить повышенную прибыль, и поэтому они применяют все возможные препараты для того, чтобы эта прибыль увеличилась. А будьте вы здоровы или нет, это уже не их проблема. И потом другие начинают тоже ничего личного, просто бизнес, применять различные медикаменты для того, чтобы подольше вас можно было полечить и получить с вас побольше денег. Ну и завершающая стадия – это патологоанатомы и могила. Вот это все надо учитывать, поэтому, когда вы слушаете какие-то разговоры, вы сразу не пытаетесь с кем-то спорить, а вы просто эти цепочки простраиваете, понимаете, что к чему ведет. Вот, и в заключение тоже хочется добавить, если уж мы там про мясо стали говорить, надо понимать, что есть цепочка воспринятия энергии, цепочка пищевая восприятия энергии. Вот первично воспринимают энергию те, которые растут на земле и которые получают солнышко, водичку напрямую, непосредственно, энергию земли и так далее. Это какие-то грибки, это бактерии, это растения. Потом их поедают уже какие-то животные, черви и прочие, прочие, прочие. Опять же, те же самые грибки, растения другие поедают, то есть хищники. Потом и так далее, и так далее. И конечная завершающая стадия – это, как правило, всеядные или хищники. Вот, когда вы едите хрюшку, то надо понимать, что хрюшка, она на 99% ДНК очень схожа с человеком. Поэтому, по сути дела, вы занимаетесь каннибализмом. Мало того, что ее, как я уже сказал, кормили всем подряд, что она в завершающей стадии цепочки кормления, то есть там уже вторичный, третичный продукт, коровы тоже как-то это, ну, всегда относились, как корова – это мать наша корова, кормильца матушка и так далее. То есть вот это надо учитывать. И в завершении уже совсем, чтобы в завершении точку поставить на эти вопросы, надо понимать, что в деревне, в обычной деревне, никогда каждый день мясо не ели. Никогда. Просто не было такой возможности, чтобы каждый день есть мясо. Да, были случаи, когда, например, приходилось питаться консервами, той же самой колбасой, какими-то законсервированными делами, может быть, там, как-то засоленными, или там, на огне, в дыму, там, как-то законсервированными и так далее. Но это было, как правило, исключение из правил, потому что невозможно было целый год есть мясо каждый день. А у нас сейчас, в современном мире, мясные продукты, вот это вот, то, что называется, как ты говоришь, курочкой там, да, или чем-то еще свининкой, то, что является, ну, давайте говорить, пряда, труп курицы, труп свинии и так далее, это употребляется каждый день. Организм просто человека обычного с точки зрения физиологии не заточен на то, чтобы это каждый день употреблять. Потому что необходимо, да, если вам необходимо, как ты правильно сказал, какое-то количество животного белка, но вы его получаете, например, раз в неделю, вам его вполне хватит, кому-то раз в месяц. А кто-то вообще без этого белка живет многие годы и вообще не переживает никак. То есть надо понимать это все, а не просто так, что диетологи говорят, надо есть мясо каждый день, там, три раза в день, или какой-то диетолог говорит, что вообще мясо есть нельзя. Я никогда радикально так не подхожу. Каждый человек должен определиться, кто он в этой жизни, для чего он в этой жизни, какой его рацион и что он будет употреблять. Вот если вы здравомыслием обладаете, то тогда вы подберете для себя более правильный рацион. Если же нет, то в этом случае вы будете постоянно слушать кого-то со стороны какого-то очередного бизнесмена и будете постоянно потом обращаться к врачам с точки зрения, почему я болею. Итак, дальше. Павел Сурала, прошу прощения, эфир слушаний сначала. Подскажите, добрые люди, рассказывали ли соведущие о применении перекиси только через внутреннее венное введение или еще как-то? Про разведение в воде и употребление в таком виде не было слова? Давай уточним. Ну, про разведение в воде, конечно, пожалуйста, чайную ложку на стакан воды и пить можно. Или примерно в такой же пропорции и ректально применять. Пожалуйста. Единственное, что бы я от себя добавил, что надо учитывать, что это не должна быть доза ежедневная, повседневная. Все-таки необходимо, на мой взгляд, ты мне можешь поправить, что и с содой, что и с перекисью, все-таки делать какие-то, ну, вот цикл прошли, там, да, восстановление организма или профилактики, и потом надо как-то прерваться на какое-то время, а не так, что каждый день вы употребляете или соду, или перекись. Ну, месячный курс, обычно рекомендуется месячный курс. Вот месяц, перекись поупотребляли, достаточно. Нужно сделать перерыв, потому что перекись сама по себе при длительном употреблении, она вызывает процессы старения в организме. Вот, поэтому постоянно, интенсивно, я сам, даже когда внутривенные вливания делаю, вот у курса обычно не больше месяца с небольшим, потом перерыв, потом снова. То есть, месяц и перерыв. Опять же, ориентируйтесь на свое самочувствие. Так, я предупреждаю всех, что время уже позднее, мы вопросы больше не принимаем. Так что ждите следующего эфира или присылайте вопросы для эфира, чтобы по ним эфир был сделан. Дальше, Павел Сурала. Как делается промывание кишечника перекиси? Ну, ты уже несколько раз упомянул ложку столовую, ну, давай дальше продолжи, что мне нельзя передавать. На 800 мл воды разбавляете, делаете общий объем порядка 1,5-2 литров, то есть, где-то 2,5-3 столовые ложки перекиси на 2 литра воды, вводите в себя температуру, при этом промывание должна быть порядка 20-22 градуса. Потому что сделайте теплый, будет впитываться, всасываться. Вот, как, кстати, Алексей, ты вот верно подметил, что чем теплеть, тем лучше всасываться. Вот, ну, вот так промывание делаем. Да, то есть, надо понять, если вы хотите, чтобы это был эффект всасывания, то это должна быть теплая вода, если все-таки вы хотите просто промыть, то это должна быть вода прохладненькая, вот именно комнатной температуры. Это тоже неоднократно, в эфирах ты об этом упоминал. Так, насколько эффективен оральный прием перекиси с раздавлением в воде натощак перед едой на сколько раз в день? Немалакин, по-моему, распространяет информацию об этом методе. Ну, это эффективный метод, это хороший очень метод, пожалуйста, да, профессор Немалакин об этом говорит. Единственное, цикличность приема, вот месяц там или какой период. То есть, если Немалакин говорит, что вот такая концентрация перекиси, лучше применять его такое-то количество раз. Поэтому постарайтесь обратиться к первоисточнику. Вот, если это вас интересует мое мнение, то это месяц и желательно не больше, потом перерыв. Да, еще можно пробовать следующий метод, например, не сразу какую-то такую ударную дозу вливать в стакан, а, например, одну капельку капаете, в течение дня вы выпиваете три раза по стакану воды до еды, за 30 минут до еды по одной капле, в следующий день две капли, потом три, четыре, пять, до десяти капель доводите, пьете неделю и потом прекращаете. Неделя проходит без перекиси и потом еще одну неделю десять капель. Вот это вот полный курс. Вот, если чувствуете, что у вас все нормально прошло, то вторую неделю можно делать, например, там уже тоже с увеличением, 10, 15, там до 20, там 30 капель доводить, но это уже по самочувствию. Но, опять же, это должно быть циклинично, это курсово должно быть, а не так, что вы постоянно на это дело подсели и потом вдруг понимаете, что у вас все бактерии в желудке вообще спеклись, независимо от того, хорошие, добрые или там вредные, противные. Так, дальше. Золотой, любовь Морозова, золотой корень стоит использовать при лечении рака или корень лопуха? Ну, не знаю, можете, конечно, использовать золотой корень, он вреда не нанесет, единственное, что и корень лопуха, он корень лопуха в большей степени против кист можно использовать, он хорошо достаточно выводит кисты из организма. Вот, а золотой корень, ну, как профилактическое средство, да, можете использовать, добавлять его в какие-то противоонкологические сборы. Нужно еще понимать, что рак – это заболевание, которое не бесконечно тянется во времени, оно может прогрессировать, поэтому целесообразно использовать те травы, те фитопрепараты, которые наиболее эффективны при этом. Золотой корень – не самое эффективное средство против рака. Ну, скажем так, более он распиаренный получается, да? Ну, я не знаю, распиарен, не распиарен, я в своей практике не видел человека, который бы им вылечился, и может быть, кто-то его и распиаривает, но, честно говоря, я для себя имею, прежде всего, в виду другие препараты, то же самое береза, она гораздо более эффективна, чем этот золотой корень, на мой взгляд. Да, и тем более, что береза растет у нас очень часто в средней полосе и на севере. Миколаевич, вопрос в эфир. Здравия. У меня чирь в области подмышки. О чем это говорит? Это может говорить о том, что организм что-то эвакуирует у вас из области мочевого пузыря. Либо же в области подмышки там есть скопление лимфатических узлов, может быть, из лимфатической системы что-то выводится. То есть, либо из лимфатической системы, либо из мочевого пузыря что-то выводится. То есть, обратите внимание на эти ваши части тела. Павел Суралов, вопрос в эфир. Тройчатку, то есть полынь плюс пижма плюс гвоздика стоит использовать? Да, пожалуйста. Это прекрасное средство и против паразитов, и против грибов. И как желчегонное, и как средство для оздоровления почек. Пожалуйста, используйте. Давай тогда кратко скажем, как ее применять. То есть, в одинаковых ли пропорциях смешивать, на какой объем, и как часто это себя принимать? Ты знаешь, можно все это смешать в одинаковых пропорциях. Там можно увеличивать, на что хотим сделать упор. Если, допустим, это больше противовирусное средство, можно добавлять больше полыни. Тогда будет более противовирусный акцент. Если, к примеру, против паразитов, да, можно добавлять больше пижмы, тогда более противопаразитарное будет. Если против грибов, то больше гвоздики. Вот, поэтому, а так, если общая, ну, как бы в равных мерах, то и в равных долях мы ее смешиваем. Общеукрепляющая. Да. Значит, по, я имел в виду, сколько класть, вот, например, на стакан, на 200 грамм. Сколько класть на стакан? Да, проще сделать как? Проще в отдельном кулечке ее смешать, допустим, по столовой ложке взять того, того и того. Смешать, у нас получится 3 столовых ложки готовой смеси. И потом оттуда по чайной ложке или по столовой ложке, там, если на стакан, то это чайная ложка, если на пол-литра, то это столовая ложка, заваривать и употреблять. Как, в каком количестве употреблять? Ну, опять же, тут вопрос какой? Смотря кому и для чего. Поэтому можно в течение дня натощак это пить, а кому-то, может быть, это нужно и разбавлять. Здесь это все очень субъективно, и нужно с кем-то посоветоваться. Потому что полынь, пижма – это достаточно токсичные травы. Если у человека есть там какие-то… если организм человека ослаблен, нужно очень аккуратно это применять. Поэтому вот этот рецепт нужно посоветоваться со знающим человеком с кем-нибудь, там, с целителем, с каким-то, с травником, что он подсказал, как для человека. Но в общем плане пол-литра заварили, процедили и в течение дня попивайте потихонечку. Но опять же, это курс должен быть, что это не просто чай, который пьете каждый день в течение всего года. Ну да, если курсом, то это пять дней в неделю, два дня перерыв и в течение четырех недель. Как определить, что из тебя полезло – вирусы, паразиты или что-то там еще при употреблении такого чая? Ну, если, допустим, появились какие-то высыпания на коже, то это скорее либо вирусы, либо грибы полезны. А если что-то происходит с кишечником, со стулом, что-то там в кале такое выделяется, то это черви полезли. То есть начали чесаться, это не означает, что в баню не ходите, это означает, что у вас через кожу что-то пытается выйти. Так, ладно, хорошо. Баян, здравия всем, друзья. Когда Рират рассказывал про вспомогательное вещество натрия бензонат, который входит в состав перекиси водорода, посмотрел, какое вспомогательное вещество используется в перекиси, выпускаемой здесь, в Болгарии. Весьма озадачился. Содержит 0,02 грамма феноцетина на 100 мл перекиси водорода. Если верить в Википедии, то выходит, что феноцетин небезопасное вещество. Я с этим веществом не знаком, но в любом случае в перекись добавляют различные консерванты, потому что сам по себе перекись нестабильна, а перевозить в аптечную, то есть для бизнеса её же там перевозят, не всегда выполняют нормы хранения. Перекись должна храниться в холодильнике, чтобы там не распадалась. Поэтому добавляют вот эти вот консерванты. Ну, наверняка они имеют какой-то вред, и для внутривенного введения, конечно, лучше их не использовать. Да, надо учитывать, что всё-таки вот эти препараты, которые продаются в обычной аптеке, они предназначены для внешнего использования, то есть рамку какую-то там, что-то обеззаразить и так далее. Для внутреннего всё-таки, если вы серьёзно хотите относиться к своему здоровью, следует серьёзно и выбирать то место, где вы будете приобретать. Это должна быть аптека, производящая перекись, без каких-либо добавок. Виталий из Эстонии. Вопрос в эфире. Интересно, есть ли современный сахар неполезен, то как делают варенье на зиму, на меду? Но мёд при нагревании выделяет вещества, которые усиливают влияние для появления рака. Как тогда быть? На стевии. Делайте на стевию. Мы сегодня разговаривали об этом. Прекрасное вещество. Оно гораздо более сладкое, чем сахар, что-то в сотни раз, но при этом не содержит калорий и не вредно для организма. Варенье можно делать на стевию. Добавлять стевию вместо сахара. Не саму стевию, а отвар стевии. Вот ваши фруктовые какие-то замесы. Но честно говоря, я не видел эту стевию в продаже. Где её можно приобрести? Да хоть у травников его можно приобрести. Можно приобрести какие-то сиропы стевии продаются в магазинах здоровья. Просто нужно посмотреть. Не обращаешь внимания, глаз не задерживается. Ну, в общем, да, согласен. Если задался целью, то найдёшь. Дальше. Вопрос от Павла Сурала. Как контролировать психосоматику? Ну, прежде всего, психоэмоциональное состояние, невротичный фон. Смотрите, если невротичность повысилась, значит, сейчас может что-то полезть из области психосоматики. А вообще контролировать как? Почитать литературу. Там в литературе всегда написано. Если здесь заболела, или там заболела, или тут появилась какая болячка, за что отвечает эта область тела. И сразу вам станет всё понятно. Я хочу тогда вот от себя добавить следующее, что по многим просьбам выложил, наконец, лекцию, которая была в купальские дни записана. Она появилась у нас и на радио в аудиоформате, и на нашем ютуб-канале в видеоформате «Как жить без страхов. Родовая нить». Вот там как раз очень подробно рассказывается практически, ну, во-первых, рассказывается о теории, почему страхи появляются, какой же самый главный страх, и как с этим быть, что с этим делать, и как от этого всего избавиться. Так что если вы понимаете, что заболевания все от нервов идут в том или ином смысле, в прямом или переносном, то нервы, они все приходят в одно место. Не удивляйтесь в голову. И в этом случае всё, что в мозгу у вас происходит, то, в общем-то, на ваш организм и влияет. И вот все мысли, которые у вас происходят в мозгу, они связаны в первую очередь, мысли физические, если мы говорим про физическое тело, то они в первую очередь связаны именно с проблемами, с переживаниями, которые есть у тела. И в первую очередь все переживания связаны со страхами. И вот существует главный страх. Если вы разберётесь с этим главным страхом, поймёте, почему он появляется и как его избежать, то в этом случае вы станете хозяином своей жизни. Вы настоящие, не ваше физическое тело, не ваш биокомпьютер, а вы настоящие, ваше высшее яд. То есть кто вы на самом деле? Станете тем, кем должны быть. И тогда ответьте на вопрос, кто вы и для чего вы. Так вот, как раз лекция, посвящённая первой лекции из этой серии, самая-самая простая, она выложена наконец-то у нас на Ютубе в открытом доступе по многим прозивам наших слушателей и наших друзей и в аудио. Ну, лучше, конечно, смотреть на видео, потому что там рисуется на доске много объяснений различных, и поэтому рекомендую посмотреть. Там час двадцать, что ли, она длится. Поэтому, если есть желание, то, пожалуйста, потратьте время. Я думаю, что вопросы вот такого плана, они для многих снимутся. Ну, а второй, это уже вариант, второй, следующий этап, это умение уже закрепления этого эффекта и так далее. Я думаю, что будет, если возможности, будет просьба, будет вторая часть снята и тоже выложена. Ну, ладно, мы сейчас про другое говорим. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Помогает ли вера в излечение рака, будь то христианская, мусульманская или наша родная славянская? Известны ли тебе случаи, когда люди обращались к высшим силам, чудесно излечивались? Благодарю. Благодарю за вопрос. Я слышал о таких случаях, слышал, но с такими людьми непосредственно не встречался. Информации об этом много, но я об этом не знаю непосредственно из своей практики. Но могу сказать о другом. О том, что вера, понятно, чудесное исцеление, это тоже понятно, но ничего в нашей жизни не происходит просто так. И если человек выздоравливает, значит, на то есть какие-то причины. Значит, не все свои дела на этом свете он еще сделал, уходить ему еще рано. Либо же, другой момент, всегда заболевание раком связывается с тем, что человек собрался умирать внутренне, подсознательно. Если он передумал, то он, конечно, выздоравливает чудесным образом, не чудесным образом. Вот то, о чем говорил Алексей, когда про Сахарова, про вот эти вот группы людей, они просто в определенный момент при изменении внешних условий, у них поменялись и внутренние условия. И они передумали умирать и стали жить. Если человек через веру обретает смысл жизни или вообще намерение жить, то, конечно, исцеление его произойдет тут же. А я говорю тут же, может быть, это в один миг произойдет, может, это произойдет в течение нескольких дней, может, в течение нескольких месяцев. Если у человека будет твердая убежденность в том, что он будет жить, что он живет и все у него хорошо, то так и будет. Потому что все у нас в жизни происходит именно так, как мы то себе планируем и представляем. К сожалению, человек может планировать себе не только хорошее, но и плохое. Да, здесь надо еще отметить, что существует несколько вариантов веры. Вера в современном понятии, когда кто-то кому-то верит, ну, как говорили, что, например, бурундук – это птичка, да, ух, как здорово в это верим. Ну, будет ли это правда или не будет, это уже другой разговор. Вот вера такого плана – это или бытовая вера, когда кто-то что-то сказал, я в это поверил, проникся, мне кажется, что так оно и есть. Второй вариант веры вот из этой же серии – это сектантская вера, когда какой-то авторитет, неважно, это церковник или кто-то еще, вам что-либо сказал, и вы от безысходности начинаете, или там что-то другого, начинаете ему полностью доверять. И очень много случаев, когда человек просто-напросто умирает от какой-то болезни, потому что реального исцеления никакого не происходит, понимание своей цели в жизни не происходит, а просто-напросто он уповает на этого авторитета и на какие-то высшие силы, к которым этот авторитет постоянно обращается или который упоминает. Вот эта вера называется слепая. А есть вера в нашем древнем представлении, то есть ведание мудрости. Веды – это мудрость, ведание мудрости, божественной мудрости, когда человек познает этот мир, познает себя в этом мире и не просто делает все, как слепой котенок наугад, а делает осознанно через здравомыслие, через понимание. И вот этот вариант веры, он мне лично более близок. Это ведический подход к жизни, который свойственно всегда был в большей степени людям здравомыслящим, которые относятся к нашим сородичам, то есть к тем, кто населял Европу, Европу и Азию, северной особенной части, относились к русам, славянам, кариям и так далее. Вот там была проявлена как раз такая вера – понимание этого мира, то есть вера как мудрость, божественная мудрость. Вот если вы относите себя к ведическому подходу к жизни, то в этом случае неважно, к какой религии вы можете относить или к какой религии вы были воспитаны, вы познаете мир, здравомыслие вас не отпускает ни на секунду, вы все время в здравомыслии находите, тогда божественное у вас присутствует. Тогда вот вопросы исцеления, они будут, в общем-то, решаться просто. Если вы находитесь в сектантском направлении, то в этом случае ничего хорошего из этого не выйдет. Так, дальше, Павел, альтернатива блины и хлеб из цельнозерновой муки на натуральной закваске плюс мед. Значит, ну, что можно сказать? Какая тогда альтернатива? Ну, во-первых, мука из полбы. Вот, либо ржаная мука грубого помола. И на закваске, пожалуйста, получаются прекрасные продукты. Туда можно добавлять яблоки, там, изюм, там, все что угодно. Вот, блины и хлеб из цельнозерновой муки на натуральной закваске плюс мед. Ну, пожалуйста, можно и так делать. Можно делать и так. Можно мед туда добавлять, конечно. Вот, ну, в любом случае, зерно на закваске, вот, это хороший способ. Плюс еще нужно понимать, что зерно не всякое должно быть. Современная пшеница не годится. Нужна либо полба, либо рожь. И то желательно, чтобы она была выращена фермером как-то так вот без пестицидов, чтобы сам сорт пшеницы был не ГМОшный, чтобы там не селекционный какой-то, а натуральный. Ну, не знаю, где сейчас такое взять. Вроде бы у магазина здоровья там что-то продается. Если этому доверять, тогда можно употреблять. Угу. Хорошо. Вопрос эфира от Виктора Лениновича. Баян написал, что весьма задача содержания вот этих 0,02 фаноцетина на 100 мл перекиси. Еще разъясните, прокомментируйте, может ли найти чистую перекиси дорода. Уже отвечали. Да, можно в тех аптеках, которые сами изготавливают эту перекись. Сами, которые изготавливают препараты. Они просто продают. Сейчас большинство аптек именно направлено на продажу уже готовых препаратов. То есть, это бизнес. А есть аптеки, которые до сих пор что-либо изготавливают. Вот туда идите и там заказывайте себе все, что необходимо. Павел Сурала. Думаю, что было бы интересно и полезно сделать эфир про психосоматику. Ну, этот вопрос уже был. Так что вот к тебе предложение сделать эфир про психосоматику. У тебя месяц впереди. Если будет желание, то можешь посвятить эфир этому вопросу. Давайте так и сделаем. О психосоматике следующий наш эфир будет. То есть, октябрьский эфир в начале октября, первый вторник. Ждем эфир про психосоматику. Тем более, что у тебя есть наработки. Будет интересно тебя послушать. Дальше. Волга. Здравия всем. Является ли эффективным способом профилактики рака такой? На стакан воды 5-10 капель 3% периксидорода выпивать на точках за 20 минут до еды, ведя при этом здоровый образ жизни и питаясь здоровой пищей. Профилактика. Не лечение именно, а профилактика. Вполне. Почему? Вполне. Вполне. Да, но только учитывайте, что это не должно быть пост-твоянно. Вот еще раз говорю. Потому что многие начинают подсаживаться на это, а потом, говорят, там начинаются проблемы уже с желудком и со многими другими вещами. Вот месяц пропили, грубо говоря, ну дайте отдых. Миколаевич, вопрос эфир. Когда, кем были придуманы дрожжи? Какие симптомы начала ракового заболевания, кроме желтых или белых пятен? В ответ на отрицательное воздействие среды сохранять спокойствие. Как? Может ли быть причиной абсцесса многоразовость медицинского шприца, если он был стеклянный? Ну, значит, сразу на последний. Может быть, да, может причиной быть абсцесса многоразовость из-за шприца, может быть неправильный выполненный укол. Значит, следующий вопрос. В ответ на отрицательное воздействие среды сохранять спокойствие. Как? Человек нервничает, переживает, волнуется вследствие того, что придает большую значимость происходящим событиям. Единственный вопрос, нет, не единственный вопрос, один из единственных способов избежать волнения при наступлении каких-то жестких для человека ситуаций, это уменьшить важность происходящего события. Как уменьшается важность происходящего события? Мы просто смиряемся с возможным наступлением негативных последствий. Если мы здесь говорим о раке, то здесь нужно принять стойко и смело возможность того, что мы можем умереть. Если мы это принимаем, соответственно, после того, как мы это принимаем, переживаем, с этим смиряемся, то важность болезни снижается. И в дальнейшем мы можем действовать четко, спокойно и расчетливо. Когда мы уже приняли возможную гибель, тогда нам будет проще. Вопрос в эфир. Кем и когда были придуманы дрожжи? Без понятия, не знаю, кто их придумал. Какие симптомы начала ракового заболевания, кроме желтых и белых пятен? Ну, симптомы ракового, кроме желтых и белых пятен, это, если говорить о на коже, вот как тут я понял, желтые и белые пятна, то это появление сосудистых рисунков. Появление сосудистых рисунков и уплотнение лимфы. Ну, так, если говорить о кожных внешних проявлениях. Да, ну и долго держишься, постоянно чуть-чуть повышенная температура. Ты об этом тоже уже говорил. Да, и в очередной раз, если уж мы говорим о том, что важность событий, опять же, посмотреть это видео, там как раз об этом говорится. Если вы воспринимаете все как есть, то в этом случае события выстраиваются, важность событий, она как-то меняется, и очень многие до этого важные для вас события, на которые вы реагировали, они становятся вторичными, тридичными и абсолютно никчемными. И тогда вы сможете спокойно заниматься своим здоровьем, своей жизнью и так далее. Сергей Анатольевич, что вы скажете о методике Пейчева-Николая? Как с точки зрения лечения, так и с точки зрения профилактики. Вы знаете, Сергей Анатольевич, благодарю за вопрос. К своему сожалению, при скорби, я не знаком с методикой Пейчева-Николая. Я буду вам благодарен, если вы мне расскажете о ней, можете написать сюда на электронную почту. Я обменяюсь с вами, ознакомлюсь и обменяюсь с вами мнением. Благодарю за вопрос. Николаевич, вопрос эфир. Когда и кем были придуманы дрожжи? Значит, хочу, это уже повторение, значит, от себя добавлю, что дрожжи существовали всегда в нашем мире. Ну, как всегда, человек всегда их использовал, применял. Вопрос только в другом. Какие дрожжи? Природные дрожжи, они на то и природные, что они очень себя нейтрально ведут по отношению к человеку. Всегда они окружали человека. Многим будет это интересно, что при помощи дрожжей происходят интересные такие действия в почве, которые эту почву облагораживают и так далее. Но это природные дрожжи. Дрожжи присутствуют на ягодах разных, присутствуют на различных овощах и так далее. И употребление этих дрожжей, оно для человека, в общем-то, не так опасно и иногда даже бывает необходимо. Но надо учитывать, что за последнее время человеку нужно было увеличивать количество производства хлеба. Опять же, это был бизнес. И, как ты правильно сказал, производились разные виды злаковых культур, в том числе и пшеницы, которые не просто так селекционно, а именно при помощи различных разработок, в том числе и как ГМО. И в этом случае количество пшеницы увеличивалось и какие-то качества пшеницы менялись. И плюс ко всему нужно было те самые дрожжи получить, которые бы очень просто хранились в сухом виде, которые бы легко распространялись в очень большом количестве, быстро и так далее. И вот селекция по дрожжам тоже проводилась неоднократно. Известно, что где-то в 30-м к 40-м годам появились так называемые термофильные дрожжи, которые применяются сейчас везде и во всем. Это не природные дрожжи в том чистом виде, как это можно себе представить. Эти дрожжи термофильные, то есть теплолюбивые, они могут сохранять свои качества при очень высоких температурах, даже при выпечке хлеба очень многие дрожжи остаются в нормальном для них состоянии, жизнеспособном. И в том случае, если, например, хлеб испекается даже из нехорошей пшеницы, но испекается с природными дрожжами, то в этом случае природные дрожжи погибают. То есть хлеб взошел, все нормально, хорошо, мягкий, пушистый, они сделали свою ферментацию, принесли какую-то пользу. Но при выпечке они погибают. А термофильные дрожжи не погибают. Что происходит дальше? Дальше, когда вы употребляете хлеб с термофильными грибками, дрожжами, то в этом случае, и даже не хлеб, а и другие какие-то напитки, может быть, изделия, где они присутствуют или их следы присутствуют, в этом случае вы в себя поселяете живые культуры этих термофильных неприродных дрожжей. И они в вашем организме активно начинают распространяться. Через кишечник попадают в кровь, попадают другие органы, и там могут возникать целые колонии. Надо еще учитывать, что сахар – это любимое их кушание, о чем говорил неоднократно Арерат. И когда они очень быстро сахар употребляют, они сами растут. В ветвь выделяется кислота, выделяется спирт. Это очень неприятные качества. Плюс ко всему, есть и органы, куда попадает очень много не самого сахара, а уже переработанного сахара. То есть сахароза, фруктоза, глюкоза, что там еще у нас может появляться. И вот там эти грибки, вот эти вот целые колонии могут распространяться, замещая с собой ваши здоровые клетки. И в том случае, если попадают к ним еще дополнительные вирусы и какие-то другие грибы, то в этом случае возникает тот самый процесс, о котором мы сегодня говорили – это онкология. Поэтому я рекомендую, настойчиво рекомендую, если вы хотите употреблять хлеб даже из нецельной муки, а из то испорченной муки, то хотя бы не применяйте дрожжи, которые пройдут в магазине. Используйте естественные закваски, которые будут строиться на природных дрожжах. Это может быть хмелевая закваска, это может быть просто закваска из воздуха, которая попадает с пшеницы и так далее. Но ни в коем случае не продающиеся в магазине дрожжи. Они практически на 99%, я вот так могу сказать от себя, это термофильные. Поэтому никакого добра вы от этого не получите, даже если спекаете хлеб сами. А если вы будете покупать еще цельную муку или ту муку, которая делается из негомоушных продуктов, то в этом случае будет еще большая польза. А уж если мы говорим про не белую муку, а про серый так называемый или черный хлеб, то в этом случае пользы будет еще больше. То есть вот это все имейте в виду. Далее, Сергей Анатольевич, что вы скажете о методике, а так об этом и сказали. Ведруса, здравия, Захара и Алексей, в чем разница применения внутреннего вливания и применения в питье перикси и соды? Вы уже много раз говорили, если хочешь что-то добавить, добавь, пожалуйста. Просто в быстроте и силе разница. И все, больше не в чем, наверное. Хорошо. Ведрус, является ли питьевой режим соды перед серьезным лечением при онкозаболеваниях? Нет, не является серьезным лечением. Это профилактическим, поддерживающим терапией. Да, я с тобой согласен. Дело в том, что когда попадает любое вещество кишечника, вернее, даже не кишечник, еще только попадает в желудок, там начинается его первичная обработка, потому что в чистом виде те вещества, которые являются очень активными, организм не должен получать. И желудок об этом заботится. Поэтому там происходит, если это кислота ощелачивания, если это, ну, не в самом, естественно, желудке, а в кишечном желудочном тракте, если это очень сильное щелочь, то окисление, если это активное щелочное, как перекись, то она вступает в соединение с тем, что ее окружает, а там в желудке постоянно присутствует что-либо, поэтому уже в чистом виде попасть перекись в кровь из желудка, ну, на мой взгляд, вероятность не очень большая. Сода побольше пропадает, но, опять же, доставить ее в нужное место, на мой взгляд, все-таки в первую очередь можно через кровь напрямую, а не через желудок. Так, дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Неправильный, ошибочный диагноз данный человеку врачами, что у него рак тоже сильно влияет на появление болезни. Какие болезни могут делать похожие раковые симптомы? Благодарю. Ну, врачи ошибиться могут на стадии допунции, пунцию берут, они там уже не ошибаются, вот, а на стадии допунции там производят какие, ну, визуальные исследования, или это УЗИ, или это КТ, вот, ну, либо смотрят по онкомаркеру. Онкомаркер – это вообще не четкий прогноз, это ошибка по онкомаркеру может дать, в принципе, любое воспалительное заболевание из того спектра, на какое действие распространяется онкомаркер. Вот. А по УЗИ, там, на УЗИ могут принять, я не знаю, какое-то доброкачественное образование, злокачественное, могут принять, там, грубо говоря, там, какую-то кисту, многополую, ее могут принять за, там, опухоль, еще что-то такое. То есть, на стадии до этого, до пунции. Как только пунцию взяли, то уже там, стопроцентно определяет либо рак, либо не рак. Вот. А так, воспаление или какие-то там кистозные, многокамерные образования могут их перепутать. Вот. Так, ну, еще здесь есть такие несколько уточнений. Там, я помню, был вопрос про сало, сейчас он уже убежал, что в сале есть некоторые полезные вещества, какая-то там кислота, которая полезна в сале поросенка. Это первый был вопрос. Дальше, можно ли употреблять мед, который забродил? И третий, где, как изготовить природные дрожжи? Вот давай про сало, наверное, коснемся. Вообще, сало это полезный продукт поросенка или как или не полезный? Ты знаешь, вот точно так же, как и спирт. Если его примет целенаправленно против какой-то заболевания, допустим, для снижения уровня холестерина, то тогда можно использовать сало, оно снижает уровень холестерина. То есть, конечно, лечение. Если больше ничего другого нет, нечем полечиться. Но вы можете полечиться, попробовать салом. А так, вообще, употребление свиньи нежелательно. Крайне нежелательно, помимо того, что вообще мясную пищу, как бы, лучше себя в ней ограничивать. Ну, а так, дело в том, что современная пищевая культура современные пищевые привычки сформировались в периоды, когда наше общество переживало голодуху, образно говоря, и есть было нечего, ели то, что было под рукой. Свинья, пожалуйста, достаточно легко плодится, разводится, размножается, точно так же и коровы, точно так же и современный хлеб. Поэтому смысл был в том, чтобы набить утробу. поскольку сейчас уже с продуктами получше, то желательно питаться больше растительной пищей, какую-то более здоровую пищу употреблять, нежели мясную. Поэтому, ну, а дальше уже это ваш выбор. Да, мы никого не призываем стать сыроедом, там, или мясоедом, или вегетарианцем. Вы должны сами по своему образу жизни, по своему образу мировосприятия понять, что вам сейчас больше подходит. Вот такой или такой вариант. Потому что, как показывает практика, надо для какого-то варианта питания и жизни просто созреть, дозреть. Если вы еще не готовы, то к чему-либо вас призывать совершенно смысла нет. Только из этого может получиться какая-то проблема. Потому что неоднократно тоже говорилось, что если у человека его внутренние бактерии сформированы, например, на разложение трупной пищи, то в этом случае вы не можете сразу перейти на другой вид пищи. У вас эти бактерии чем-то должны будут питаться. Вы будете чувствовать дискомфорт. Поэтому необходимо, если вы решили, например, перейти на вегетарианство, то в этом случае необходимо подготовить свой организм, подготовить новые бактерии, которые будут перерабатывать другую пищу. Если же, например, вы, наоборот, были вегетарианцы, захотите перейти на мясную, опять же, трупную пищу, то в этом случае опять же необходимо, чтобы у вас был необходимый набор этих бактерий. просто так кидаться с полымя еще куда-то смысла нет. Надо постепенно, целенаправленно переходить от одного вида пищи к другому. Но опять же, вид пищи определяется сознанием человека. Если ваше сознание говорит вам о том, что вам необходимо быть на этом варианте питания, то в этом случае вы еще не готовы к переходу на другой вариант питания. Вот это все надо учитывать. Не надо быть каким-то там шизанутым фанатиком какого-нибудь нововведения или что-то еще. Я знаю много людей, которые веганы и прекрасно себя чувствуют, но в то же время огромное количество веганов, полусумасшедших, которые там падают с ног, которых ветер раздувает. Занимайтесь своей жизнью исходя из здравомысля и понимания, из ведания этой жизни, то есть из нашего древнего слова вера. Так, дальше там был у нас про забродивший мед. Что ты скажешь? Можно его применять? Нельзя применять? Я думаю, что нельзя, потому что забродивший мед, я думаю, что это мед с сахаром. Кто-то недобросовестно подкармливал пчелок с сахаром, вот мед забродил. Особенно там, вот, кстати, у нас был последний репортаж, такой, да, последний, еще в субботу будет новый, когда мы говорили про эко-технологии, там были как раз несколько человек, которые разговаривали о пчелах. Там, кстати, был очень интересный человек, который разговаривал, как можно в бочках производить мед. Вот мы с тобой общались, кстати, об этом в свое время, и вот он показывал там реально работающую вот эту вот всю систему, где бесконтактный пчеловод, так называемый. Там меда поменьше производится, но зато он более натуральный, там не гонится за огромным количеством, вот, и очень все здорово. Это колодия, ну, мед из колод, колодезный мед, так называемый. А второй рассказывал очень много о том, сколько сейчас подделок в меде, касается китайского меда, и, конечно, вот я рекомендую послушать и сам этот отчет об экоэкологии 2000, фестивале как-то он там назывался, Экотехно, что ли? Ну, посмотрите, 2016, экотехнология, и еще отдельное у нас интервью выложено с его вот участниками, тоже там, я думаю, много чего будет интересно. Итак, про мед разобрались, и как приготовить природные дрожжи. Так вот, Виталий, посмотри, пожалуйста, в интернете, открой, бездрожжевой хлеб, изготовление, закваски. Найдешь огромное количество рецептов. Какой тебе больше подойдет, тот и используй. Ну что ж, вот здесь даже тебе помогают из хмелья, из винограда, из фиников, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, интернет тебе в помощь. Так, ко мне вопрос, что, как жить без страхов, очень понравилась лекция, прошу вторую часть, просьба уже поступила, да, присоединяюсь к просьбе, и так далее. Будет возможность, будет аудитория, заснимем вторую часть, и выложим. Пока без аудитории, просто так в сухую рассказывать не буду. Неинтересно это. Мне нужны, в данном случае, будут живые глаза. Ну что ж, мы с тобой отстрелялись, все вопросы воспроизвели, как могли, так и ответили. Теперь нам, есть, у нас появилась возможность раскланяться, проститься с нашими радиослушными, пожелая что-то доброе, вечное, красивое. Ну что, вот как прям ты и сказал, доброе, вечное, красивое. Я желаю всем быть добрыми, вечными и красивыми. Желаю всем добра. Ну что ж, хорошо ответил. Как-то мне тут задавали вопрос, что Алексей, там, две тысячи лет намылился жить, что там себе, что-то там вену закалываешь, какие-то там препараты себе пробуешь. И я ответил, что, друзья мои, важно не количество прожитых лет, а качество прожитых лет. Если вы понимаете суть этой жизни, то в этом случае вы будете жить в этой жизни столько, сколько необходимо и делать в этой жизни то, что необходимо. Для начала просто осознайте, кто вы и для чего в этой жизни. И все остальное будет уже из этого исходить. Ну, как бы вот, мне остается только напомнить вам, что сегодня у нас было 6 сентября, 2016 года, вторник, 27-й день месяца завершения лета 7500 до 4-го шестица по одному из старинных календарей. Те, кто отмечает праздники по этому календарю, я поздравляю с Днем Дживы, Инта. И мы разбирали тему онкология не приговора. Разобрали, мне кажется, в очередной раз достаточно подробно и разобрали это не обыскем, а с автором соведущим Захаром Белинским Рирадом. Следующая наша встреча будет уже в октябре. Следите за анонсами. Как правило, это первый вторник месяца. Первый вторник месяца. Рирад у нас бывает как раз в этот день. Можете задавать вопросы. Приблизительно, мы договорились, поговорим про психосоматику. Ну, а там как получится. Алексей, можно два слова сказать? Да, конечно. Не то, что на правах рекламы, а вот так вот как оповестить, уведомить. Дело в том, что 23-25 числа в Москве будет проходить конференция, можно сказать, целителей со всего России. Она официально называется Ассоциация висцеральных терапевтов. Там у них вот эта конференция с 23-25, как кажется, сентября в Москве. И туда съедутся много таких интересных людей, можно даже сказать, со всего мира. Будут рассказывать о своих методиках оздоровления, кто что как делает, о разных способах. Так что смотрите, слушайте, будет интересно. С Божьей помощью, может, я там буду, что-нибудь расскажу. Так что, свидетельствуем. Ты и так делаешь намек, а не появиться ли нам там и сделать ли очередной обзор того, что там будет происходить? Конечно, да, конечно. Там тоже по тематике передачи будет очень интересно. Там много пред, они будут рассказывать о практиках оздоровления, о практиках массажа живота и о том, как лучше отдельные сегменты живота. Поэтому можно даже сделать такой репортаж. Я думаю, что и тебе, и слушателям будет очень интересно и послушать это все. Возможно, даже и посмотреть. Хорошо. Я думаю, что мы с тобой поговорим все эти вопросы, как туда попасть, с кем говорить и на какие темы. А сейчас нам остается только поблагодарить тебя за это дополнение, что следите за анонсами. Вполне возможно, что мы будем являться информационными так называемыми спонсорами. Противное слово, но известителями этого события. Вполне возможно. Ну что ж, благодарю тебя, благодарю наших радиослушателей за то, что активно, очень активно в чате переписывались и очень интересные, хорошие вопросы задавали к нам в наш эфир. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. желаю вам здравомыслия. Не будьте просто сектантами, которые верят, что птичка – это барундук, а будьте ведущими. Народное славянское радио. Все нужно, все важно. Субтитры создавал DimaTorzok